Первое укрепление, а главное привез чертежи, без пилки и вводы, пульки, развел более короткий путь в Даурии. Пашков писал в Москву, что для упростения русского владычества на Амуре, где геройство Ерофей Хабаров, необходимо утребить на берегах Шилки. В 1653 году Хабаров уехал в Москву, а приказным человеком великой реки Амура, новой Даурской земли, оставлен был Ануфрий Степанов, успешно сражавшийся с многотысячным войском Багдыхана. Однако за военные действия на западе России большая стилистка в Даурии не состоялась. И независимо до приезда вакуума в Енисейск, туда же прибыл новый енисейский воевод Иван Акифов, который привез под школу царский указ самому ехать воеводы в Даурскую землю и привезти под государевую реку тамошних руку, тамошних кинзей, собирать леса, проведывать про серебряную руду месть и олова, а также ехать по Шилке реке, это так же называли Амур, и по иным рекам пашенные места. Уже не в разведательный набег приказывали идти Афанасью по школу с его сыном Еремеем, а создать новую приамурскую область, которая бы управлялась царскими чиновниками и подчинялась непосредственно сибирскому приказу в Москве. Вчера Пашков был всего лишь городовым воеводой, а сегодня стал самовластным правителем громадной территории, равной едва ли не половине Европы. Честь была великая, но и труды предстояли великие, чтобы на деле осуществили счастливые планы Пашкова, подкрепленные московским указом. По указу ему надо было набрать 300 человек казаков. Что он сделал? В Тобольске прибрано 60 человек, в Тюмени, 50 остальные в Старе, Верхотуре, Березове, Сургуте, Пелыне, Туринске, Красноярске. В трем сам Пашков присоединил Египетский человек 120. На его заставах задерживали людей, бежавших на Вольный Амур, Аскары, за участие в Якутском и других бунтах. А вакуум насчитывает в отряде 600 человек. Видно, Пашков прибирал людей все по пути. Когда эта вольница стала пребывать в Енисейск, город стоном застанал от ее буйства. У Пашкова с Иваном Акинфом начались мелоды, посыпали взаимно обвинения и доносы. Великий озорник, как называл Пашков архиепископ Симеон, он понуждал старец Енисейского девичьего рождественского монастыря подписывать донос на новую воеводу, не читая. А когда старец Апаскова потребовал прочесть бумагу, он велел взять ее из монастыря, бил ее по щекам своими руками и пытал ее у себя на дворе. Тогда же он зазвал Папа Якова на судно и бил его на смерть своими руками. И он, Пап Яков, от его Афанасьевых побоев лежал недель шести, три смерти, едва ожил. А вакуум с ужасом наблюдал за хозяйничьим Пашкова в Енисейске. И не только наблюдал. По природе своего вакуум не мог стоять в стороне, он пытался воздействовать на воеводу словом, много уговаривал. Так начался неравный поединок ссыльного протокопа с могучим воеводой. Он продолжался много лет, и ни одна сторона не хотела уступить другой. Сперва Пашков, занятый своими делами, с презрением отмахнулся от авакуума, умствования которого казались ему полнейшей бессмыслицей. Надо же было случиться такому, а вакуум, и сам в руки попал на учителю-злодею. В будущей главной резиденции Пашкова велено было устроить церковь, зубные пределами, во имя Алексея Митрополита да Алексея Человека Божия. Алексея Митрополита и царя с наследником. И еще две сверху в церкви. Две церкви. Пришел в указ ехать в протокол по вакууму, не на Лену, а с Пашковым. В полку воеводы до этого был всего один черный поп. В грамоте Никон приказывал смирять, а вакуума, то и Пашков и протокол простынили как мучить. Положение вакуума было двусмысленным. С одной стороны, он вроде бы становился полковым попом, а с другой, не снятого за пресчение служить, лишавого всякого авторитета в глазах Пашкова. К 18 июля 1656 года на 40 дощеников погрузили 50 пудов пороху, 100 пудов свинца, 100 ведер вина, 80 четвертей ржаной муки и несейской пахоты, 10 четвертей крупы и столько же табакна, топоры и другие припасы. После Малерна больная войска Пашкова расселась по судам и тронулась в путь, сперва по Енисею, а потом вверх, против стремительного течения на горы. Как-то поднялась буря. На дощейнике вакуума сорвало ветром парус, вода завела трюм, палуба едва выглядывала из воды. Наставка Маркл на кое-как-то утапкивала ребят на палубу, то и дело окатывая ему и разбушевавшись водой. Вскоре судно прибило к берегу, 7 месяцев вакууму повезло. На другом дощейнике спалуба сорвало двух человек, и они погибли в речной пучине. Отправившись от последствий тихийного бедствия, караван дощейников тронулся в путь. Возле шаманского порога повстречалась партия казаков, с которыми ехали две пожилых судовы, собирающиеся по тристям в монастырь. Пашков задержал казаков, а заодно и вдов, которых он тут же решил выдать замуж за кого-нибудь из своих казаков. Старцам наказе воеводе предписывалось крестить суземных женок и девок и выдавать их замуж, дабы покрепче привязывать русачков к новым местам. Пашков решил, что он в праве распоряжается судьбой пятидесятилетних русских женщин, а вакуум же счел своим долгом ступиться за них. «По правилам не подобают таковых замуж давать», — сказал портопоп. Самодорство Пашкова уже вызывало роп от его людей, и к тому же а вакуум был прав. Воевод, очевидно, плюнул и не стал связываться с а вакуумом, но с этого времени отношения были безнадежно испорчены. Очень скоро воеводец представился в случае проучить Старцисто. У долгого порога, где ангара со страшным шумом прорвалась сквозь скалы, Пашков стал выбивать а вакуума из дощельника. «Ты не ретик», — сказал он презрительно ссыльному протокопу. «Из-за тебя дощельник худо идет. Пойди по горам, казаки без тебя управятся». Теперь формально прав был воевода. Он торопился поспеть до зимы в Радский остров и старался облегчить суда. Но настолько ли был тяжелый вакуум и настолько ли беспомощен, что ему не нашлось бы места и дело на суде. Узная нрав воеводы, который обходил суда в сопровождении палачей и не давал спуска никому, а вакуум полез на скалы. По прямой долгий порог протянулся за семь верст. В ходу по горам, сквозь густые заросли, и об вакуум пришлось пробираться действительно долго. «О горы стало!» вспоминал он. «Горы высокие, гебри непроходимые, кучес каменный, яка спина стоит». Измученный, стерзанный, а вакуум выбирается из политических зарослей, сходит на свой доченье, уже давно миновавший порог и пишет письмо. Но какое письмо пишет? А вакуум. Перед нами две версии, а вакуумовская и пасковская. Обе они красочные. И в той и в другой есть недоговоренность. Но дополняя одна-другую, они проясняют ход событий, которые в конце концов становятся известными даже самому царю Алексею Михайловичу. По версии о вакуумах, письмо было написано Пашкову, ушедшему уже версты на три вверх по реке. Зверь дверем был для вакуума Пашков. Из письма, из которого мы знаем только начало, довольно прозрачно намекалось на сходство воеводы с дьяволом, не трепетавшим перед Богом и даже презиравшим его. И уж, наверное, не приминуло вакуум в крепких выражениях осудить человека, который беспрестанно людей жжет, мучит и бьет. Этих обвинений было так многонько, что терпение Пашкова лопнуло. Гнев воеводы был ужасен. Казаков, которых Пашков послал за дощенником о вакуума, било гроб, когда они передавали провинившемуся, что с ним собирается сделать воевода. Они почти бегом тащили на лямках судна к месту стоянки Пашкова. Во время передышки о вакуум створил казакам каши. Они ели ее и смотрели с жалостью на человека, которого везли, как казалось им, на верную смерть. Нашли бы среди них и такие, что бежали бы в Атазы на Амур добывать себе лучшую долю, а то бы при случае, не задумываясь, порешили воеводу. Облегчение красноречивого вакуума западали им в душу. И хотя вакуум не считал себя бунтовщиком, он разжигал недовольство и тем мешал успеху Пашковского предприятия. Недаром потом о вакуум скажет «Десять лет он меня мучил, или я его, не знаю, Бог разберет в день века». Пашков уже ждал на берегу с обнаженной шпадой в руке. Рядом стоял его сын Ериней, Саварий, заместитель воеводы и друг тайной, сильного протопопа. Полосил их отеля вакуум из дождейника и под великой воде. Дрожает гнева на дерзкого сын, у которого даже и звание непонятно какое. Пашков зарал. «Ты кто такой? Поп или рахпоп?» «Я о вакуум, протопоп!» Гордо заявил о вакуум, обиженный тем, что воевода видел в нем лишь попара стригу. «Говори, какое у тебя дело до меня?» Каждый зверь визревел Пашков. Он хлестнул о вакууме по стеке, по другой, потом сгиб с ног, схватил свой воеводский железный стекан и кресту ударил лежачего по спине. Но самое худшее было впереди. Полоси уже приготовили козла. Содраться вакуума рубаху, они прикрутили его к доске. Приготовили два кнута с хвостами соромятной кожи, твердой, с острыми, как ножи, краями, срезавшими кожу со спины. Воевода подошел ко вакууму. «Когда полно будет, скажешь, постиви!» А вакуум молчал. Хвосты, со свистом разрезая воздух, рвали его кожу в клочке. А он молчал. Три заменяли на кнутах соромятные хвосты, размещавшиеся от крови. Пашков, обозленный уфриамцем вакуума, не хотевшего просить пощады, кричал «Бей! Еще бей!» Первым не выдержал Еремей Пашков. Он стал просить отца подсидеть вакуума. Богобоязненный, всегда покорный отцовской воле, на этот раз он был так потрясен жестокостью наказания, что стал привлекать с Афанасьем Пашковым. Грозный воевода поднял шпагу и бросился на сына. Если бы не откатил, не побежал Еремей быть в беде. Чтобы забить насмерть человека, хватало шестидесяти ударов, а вакуум выдержал семьдесят два. И, наконец, кричал «О, он убит того!» Когда протокол посняли с козла, он не только не упал, но и нашел себе силы сказать воеводе сукаризной, «За что ты меня отбьешь? Где доисли?» Без этого получил еще несколько ударов по бокам. Когда вакуум отпустили, он все еще стоял. Потом тело его с его судорожей и он рухнул на землю. Под кофе лег сковать ему руки и ноги от виски на казенный доченник, где находилась государева пороховая и скринцовая казна. Лежа ночи на палубе под холодным осенним дождем, а вакуум испытывал невыносимые муки. Болели скованные ноги и руки, болела спина живое мясо, болел позвоночник, сильно ушибенный воеводским стеканом. Во время исчезания он, ожесточясь, не так чувствовал боль. Под ударом он молился, а теперь на ум взбрело другое. «За что ты, Сын Божий, позволил так мучить меня? Я ведь за вздох степился. Прохлятый, кто нас с тобой рассудит? Когда я воровал, грешил, ты меня так не оскорблял. А ныне я греха за тобой не знаю». «За что?» Горькое сомнение справедливости Бога пронзило все его существо. Видимо, здание веры заколебалось. Он боялся этих мыслей, гналось, но они возвращались вновь и вновь. Бог оставил его. Это была самая страшная ночь в жизни Аввакума. Боль физическая, помноженная на боль душевную. Стало у меня с те поры кости тянуть и жилы тянуть и сердце заслось, да и умирать стал. Кто-то добрая душа плеснул в рот Аввакуму воды и он кое-как отошел. Каким невероятно могуким здоровьем и какой силой духа надо было обладать, чтобы выдержать все испытания, выпавшие на его долю. Дни и ночи лежал он на паузу под снегом и дождем. Когда дождейники подошли к погуну самому грозному порогу, где теперь построена братская грязь, Аввакума вытащили из лодки и поволокли за цепь по камням. Боялся он повторения страшной ночи и придумал простой довод, казавшись ему учительным. Кого любит Бог, того и наказывает, отцов без наказания приобщается к ему все, а не цены Божии. В этой грубоватой казуистике отсутствовала логика, но логика не могла заменить веру и не прибавляла силы. На подуме все дождейники прошли благополучие меж каменных гряд. Лишь достойник Паскова, оснащенный лучших текст, не мог пройти, взяла силу вода. Тестейник подхватила его, статила в воду людей, державших канаты, и поволокло студно на камне. Вода захлестывала застрявший достойник, в котором оставалась теплая Симеона на жена воеводы. Отец и сын Паскова метались по берегу, загоняя в воду казаков. Аввахуму, что Иеремей упрекнул отца. Батюшка, за грех наказняет Бог, напрасно ты протокол по кнутом избил, пора покаяться, государь. И на этот раз упор сына привел воеводу в гнев, описывая сцену, которая не видела, Аввахум дает волю воображению. Недаром его житие порой называет романом. Как и полагается романист, художник в нем берет веру над хронитером. как зверь иеремей со сне отклонясь, прижав руки и встал, а сам стоя, Господи помилуй, говорит, подков же ухватя у малого, казат от его хранителя. Корешка то есть писталь? Никогда не лжет. Писталь с колесным замком, кремневая, реже давала отечку в гола сочетильной. Приложился на сына, курок спустил, и Божией воле осеклась писталь. Он же поправил порох опять спустил, и опять таки осеклась писталь. Он же третий раз так же затворил писталь и третий раз осеклась. Он ее на землю бросил, малой поднял на сторону спустил, так же выстрелило. А достельник все так же на камне под водой лежит. Сел подскок на стул, спазл подперся, задумался и плакать стал, а сам говорит. Согрешил окаянный пролил кров неповинную напрасно пил. Зато меня наказывает Бог. В последствии, когда писал о житии, когда вакуум всплывся с ролью вожья истинной церкви, он старался объяснить исход всякого события. Благополучный и неблагополучный вмешательством выступил, даже приписывал себе способность творить чудеса. Вот и теперь стоило воеводе произвести покаянное слово, когда стельник сам всплыл с камней и стал мостом против воды. Он сбежал на тихое место под час. Тогда Пашков будто подозвал сына и стал просить его, «Прости, Иеремей, правду ты говоришь». А Иеремей поклонился отцу и сказал, «Бог тебя, государя, простить, я пред тобой и пред Богом виноват». Игра отца под руку и повел, гораздо Иеремей разумен и добрый человек, уж у него и своя седа борода, а гораздо посчитает отца и боится его. Животчислое своих врагов во вакууме никогда не пользуется одной черной краской, он истек винив человечность, он готов даже простить Никона, волка во веке шкуре, лишь бы он покаялся. 1 октября все 40 достельников приплыли к Братскому острогу. Братский Бурятский острог основан в 1331 году на месте, разведанном тем же Петром Бекетовым. В 1665 году по приказанию Пашкова ближе к кустью Аки было возведено новое укрепление квадратных с тремя угловыми семиметровыми башнями, сложными из громадных вестеричных бревен. В одну из этих башни был бросен вакуум. Возможно, именно ее в 1669 году привезли в Москву и сложили в Коломенском, когда готовилось наполнение Братского моря. В тюрьму снинули, соломки дали, вспоминая это вакуум. И с ее до Филиппова поста в студенной башне, там в зимовке пор живет, да бог грел без платья. Что собачка? В соломке лежу, коли накормят, коли нет. Мышей много было, я ее с путьей убил, и боташка не дадут дурочки. Все на брюте лежал, и боташка Едут после побоев хочется, да ведь в неволе так пожалуй дадут. Да бескинники ругались надо мной, иногда одного хлеба дадут, а иногда бескинки одной невареной, иногда масло корове без хлеба же. Караульщики по сяти человек отдать стоят. Телка в спине была. Собачка ко мне почти одни приходила поглядеть на меня. Как лазеря вогною и врат богатого обцы оближивали, отрадуя мученили. Так и я со своей собачкой поговаривал, а люди далеко меня обходили и поглядеть на тюрьму не смели. В одном из списков житья упоминается, что на вакууме был лист трававой кастанешка. Шубу ему дали нескоро. Гной по стиму и вшили, мыши и стужа и есть хочется. Челки гляжу, по школе салат привут, дожарят и носят на блюдо светить и веселятся. А ко мне ни сон не заглянет, ничего не дадут дураки. Я бы хотя блюдо то полежал или помоев тех и спил, льют на землю, а мне не дают. Всяко бродит на уме. И мы надевали приступы отчаяния, мысли о несправедливости бога и людей. Не раз он уже собирался просить прощения у посола, но так и не попросил. Через месяц Пасков перевел Авакума в теплую льву, где он в оковах просидел остаток зимы вместе с аманатами, заложниками смешных племен. Тем не менее у Пасков начинал для остальных двадцати от братка в лесу. Они-то едва не померли от голода. Тем не вис, тужи, от тропки крутины, от безисходности своего положения. Все тесные припасы, которые Авакум взял с собой в зиме истри, лепестей. Некрая баба к семье сезон мучила на сайте Марков, но ваяла да укоряла. После развества самый мороз пришел навестить Авакума старца сын Иван. Но Пасков не дал ему увидеться. Велел затереть мальчонку на ночь в той самой стыденной башне, где предуседела Авакум. На утро едва не замерцало его прогнали к матери. В общем, Пасков поступился Авакумом по тогдашнему дворянскому пресловию «Бей папа, что собаку, лишь бы жив был». Его версия наказания о раскоп Авакумке была изложена в отписке воеводы на имя старя лечения Тайловика. Пасков боялся, как бы Авакум не умер после жестокого наказания. За смерть такого известного человека ему рано или поздно пришлось бы отвечать. И он поторопился заручиться свидетелями нечеркного поведения протокопа его многих и ницовых критей. Была составлена телобитная, которую заставили подписать 420 казаков. Собственная аварийская воевода повторяла обвинение телобитной слово в слово, но была более пространной. Очевидно, что оба документа сопернил один и тот же человек, даурский воевода Пасков. В отписке Паскова уже известные события выглядят совсем по-другому. Он, Пасков, старается исполнить государев УК, ведет идею за Урскую землю. И вот на долгом пороге на Тунгутской речке в 1556 сентября в 15 сентябре приносит ему письмо. А письмо предназначено совсем не для воевода, оно глухое, безымянное. И в том подметном письме речи воровские и непристойные, будто везде в начальных людях по всех стенах нет никакой правды. Воевода верный холоп государев точно сустроил футб и нашел вора, который писал своей рукой непристойной память. Им оказался никто иной как бывший протокоп в вакуум. Хотя он смутывался не при его пасковском полку, людей подговаривал, чтобы они государи изменили, отказались выполнять государям указ. Не пишет пасков, что вакуум хотел сам атаманом стать, но намекает на это. В Ильинском остроге такой же ворок растепал вакуум казах низко сорокен, прибрал к себе воров 300-30 человек и с ними Верхоленский острог и многих торговых людей пограбил. Инкейские служилые люди только полетая с товарищами ограбили казну государеву и своего начальника да побежали к Даурску и землю сами по себе и подков великой тянуть вору растопу наказания и бить кнутом на козле то встрет такие воры не ех в государях в раках воров кинописами смутами тянули. И все бы ничего да только когда начали о вакуумах кнутами почвы так же кричит он братской казаки не выдавайте он распок с казаком и видно прежде истахнулся и мистовой речи им говорил а теперь решил поссорить их с воеводой сбунтовать да за такие дела ему вору полагается смертная казнь но не смеет учинить того воевода без государева указа тоже здесь правда вероятнее всего нижнего речи о вакуумах говорил и с ней воевода обмечал но письмо это не было безымянным и к бунту протокол никогда бы приживать не стал это было бы против его убеждения астейск воеводу повез даурский сказать митлитко максимум да видно не одна она попала с тобой потому что архитист аксиньон уже в 1658 году писал царю о великом озорняке паспове о том как тот вакуума и других бескинство воеводы кто кто а Симеон знал воевод и быть именно назад только недавно ему передали слова собольства воеводы князя буйносого ростовства сказавшего военной прямотою а нашему архиепископу и самому головы мозг вышибу и царь лечения и царь и царь и царевна жалели об вакуума который навсегда врезался в память они думали о жестокости Никона читая сожжохами треписки Симеона а нынешне государь тот протопопа вакуум жив или нет того не ведаю многое изменилось на Москве с тех пор как вакуум отправился на достельники с путешествия по седвистым рекам мы оставили Никона на вершине власти он увлекся грекофильством переносил в Москву греческие амбоны мантии слабуки посохи на певы приглашал греческих живописцев строил монастыри по образцу греческих прибежал к себе сомнительных греческих драматеев своей заносчивости он оскорблял все больше людей и это не могло не сказаться на их настроение всеми ревнителей и особенно неронов не прекращали свои проповеди против Никона плава их и кисание распространялись с необыкновенной быстротой гонимые они заставили себя залезть и слушать они питали надежды на церковные соборы но там победили никомьяни царь пил решения соборов и поддерживал Никона но и это не обескураживало ревнителей они вспомнили слова волоколамского изумина и Осипа Володского который подозревая в свое время Ивана Третьего и литераполита Зофима верите в видовстве и писал что царь такой не царь и мучитель что такового царя не послушаются а епископ не пастырь есть а волк на самую высшую власть не готовы были замахнуть ревнителей если эта власть изменяла русской традиции Неронов из своей Вологодской ссылки писал царю царице Ванифатию на Москве сидит марггин и всем царствам мучить предрекал появление антихищества подвергивал что жестокость Никона противоречит всем заветам Неронову было запрещено писать царю частные тисмы Неронову считали с теми на Москве переписывались его послания доходили до Аввакума который отвечал ему при всяком удобном случае и с ней в Сибири Аввакум сравнивал Неронова с апостолом Павлом Неронова перевели на север кандалатский монастырь он взял круг чтобы заехать в Вологду и выступил здесь в соборе Завелись и новые милитики сказал он мучать православных христиан которые поклоняются по отеческим преданиям Неронов бежал в Соловки и склонил в свою сторону весь монастырь бросил с земли семена будущего восстания тайком вернувшись в Москву он скрывался у Нефакила царь проезжавший с войны знал об этом и не выдал его патриарху тогда же Неронов патрик в Даниловском монастыре стал старцем Григорием Нинкен добившись на соборе 1656 года утверждения всех своих реформ отлучил старца Григория от церкви это анахима возбудило еще больше это фишки к Неронову народ избивал патриарских слуг искавших старца но самого Неронова проклятие потрясло 4 января 1657 года случилось место совершенно невероятное в этот день я вакуум сидел в кандалах в аманатской избе братства Острога и в этот день Иван Неронов он же старец Григорий открыто иился к своему злейшему врагу патриарху Никону иился прямо в собор куда Никон шел в кабель и сказал патриарху что тот видит перед собой человека которого давно разыскивает и не неожиданно повел себя Никон властный ступчивый раздражительный на этот раз он не ответил на упреки Миронова а после обедни вжал его в крестовую палату и долго разговаривал с ним мало того вскоре патриарх снялся старца церковное опущение разрешил служить в московских церквах по старым обрядам и по старым служебникам и когда Миронов стал допытывать уликами какие же книги лучше старые или исправленные по новогреческим образцам тот устало ответил обои добрые все равно покатим холст и спасем и служить казалось не было борьбы с целью степенья страстей ради чего ты тогда затевалась все ради чего претерпела вакуум свои страшные муки ушли на Никоносе примирение Миронов уже снова часто видится старем он подходит к нему церкви и говорит да коли государь тебе церкви кикона смутил он всю русскую землю и твою царскую честь поправ уже своей власти не слышать от него врага всем страх Алексей Михайлович не вступает из-за своего стабильного друга патриарха он молча отходит от старца что случилось а то Алексей Михайлович уже было под тридцать что он возмужал что много всего поведал и пережил во время военного похода что он хотел править самостоятельно а не по указке восстолюбивого патриарха в частности он не морщив выслушал многочисленных врагов Никону и патриарх это знал было еще одно качество у патриарха которое не могло не раздражать царя известно что Никон любил всех своих плоть большой плотишкой и Бабалюч говорил о нем о вакуум когда Никон увозил царскую селью от моровой язвы возможно что-то и произошло у него с какой-нибудь из близких цари женщин во всяком случае на соборе 1667 года во время судана с Никоном царь обмолвился что Никон вельми оскорбил его но объяснить свои слова отказался Алексей Михайлович не любил крайности но за внешней мягкостью теперь многие чувствовали в нем забивайте своего безгромких фраз и грубого нажима ни с тем не проявлял он себя ни с того но в каждое дело за которое брался он вносил много здравого смысла письма его содержат множество метких наблюдений он не слышит поэзии деловые бумаги под его пером иной раз превращаются в белифических оттенения красносмотрительен и радостен высокого сокола лед избирайте дни лезет и часа напускайте добывайте нелениво и беспитно да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу писал он начальнику соколинной охоты тяжесть протоке посчиталась в нем из деловитостей аккуратности хозяйственной он готов запишивать свои расходы тюрьмы управляющими хозяйством расспрашивать об именах крестьян вникает в подробности в государственных делах не стихит расспрашивать мнение всех сторон только потом принимает решение эволюция саряков политика была весьма заметной в 1652 году он признал дешево Ивана сгрозного греховными просил простения за него перед самцами Филиппа а в 1657 году Алексей Михайлович уже внимательно изучал политику своего предка и велел патриарху отслужить политику по старе Ивана окончательно вводился в титул царя слово самодержать в Симфаиле Киевович в женский собор позывался дикитрат а привлекел Михайлович гораздо реже Боярская дума слабеет на дарми от Симоника вводится тайный строй динозор и в конце конца создается приказ тайных дел и сильный изделие потенял что это только царин во главе его фактически становится не родовитый человек а дьяк деминки басмаков которого Аватен деговико называл от тайных дел в чужом антихриста Читающий кар по примеру Грозного проявлял грубость и жестокость что нетерпимый становился всем что осмелился проявлять самостоятельность в чужбе и делах второму великому Государю место рядом с Алексеем не оставалось обещание сухой данной митой на преступление того на патриархе крестов было забыто все реже приглашают его царь на христиане и даже на официальные приемы предусловно царя которым митой давно уже был не по нраву не упускали возможности уколоть патриарха подчеркнуть его мужическое происхождение а примером показал сам Алексей Михайлович когда он скрыл свои разногласия с антиопийским патриархом Макарием и с аргитой мегасударя изменил обряд водоспалки разрешился скандал разрозился скандал узнав про обман старт и с ярость и скор прикричал на патриарха я твой духовный отец скажет и ты можешь так унижать меня за что он сказал Никон но царь ответил что не считал отец твоим отцом 6 июля 1658 года Алексей Михайлович сдавал во дворце обед прибылшему в Москву грузинскому старевичу и муражу Никона на обед не пригласили он послал своего дворянина князя Дмитрия нестеркского выясни в том дело старский охотничий Богдан Матвеев Петров расчищавший царевич путь столпел любопытных задел мистерской палкой по голове напрасно лезв меня Богдан Матвеев сказал князь я не просто пришел сюда с делом ты кто такой спросил охотничий патриарший человек и с делом послан гордо ответил мистерски но прошли уже времена кладошлов патриарший человек вызывали страх и патриархом Крисном Ситрово еще раз ударил ее палкой по голову князь побежал жаловаться Никон воспринял оскорбление своего дворевина как кровную обиду он только с написал царю письмо требуя немедленного удовлетворения царь во время обеда собственнорусно отписал ему что расследует дело и лично увидится с Никоном патриарх снова написал письмо и царь за обедом снова ответил на него уклончиво и когда Никон сказал «Коли не хочет мне государь дать защиту от оскорбления я к нему правлюсь как глава церкви» но это была пустая угроза царь перестал бывать на службах у патриарха а вскоре князь Ромодановский пришел к Никон и сказал «Царское величество на тебя в мире ты пишешься великим государем а у нас один великий государь царь я не сам тебя назвал великим государем ответил веком ты захотел и повелел называть меня царь его царское величество и вот свидетельство грамоты писанное его рекой царское величество почти тебя покачало пасторем но ты этого не понял а ныне царское величество повелел сказать тебе а с ними встреч не пишешь ты не называешь великим государем и подсчитать тебя встреч не будет не со мной бы и санатил век царь и не хая и не чтобы смириться отказаться от притягания новостей власти но патриарх был слишком вор самолюбив перешел попугаться о ря драматической сцене подобной той которую он строил в своем востокстве на патриархе крестов 10 июля праздник ризы господня никому лег привезти в эстетский собор простую монашескую ряду кладу из священнической палки после сухи он заявил что больше патриарха не будет снял с себя патриарх и облачение и стал надевать ряду этого ему сделать не дали и послали скорее в приписку митрополита Петерима царь не пришел к никому не стал его уговаривать а послал к нему князя Кребетского так и покинул никому храм казахстан не быть ему больше главой русской церкви и уехал в построенный воскресенский монастырь Новый Иерусалим так и сформ многие годы патриарш крестов был пуст фактическим главой церкви стал сам Алексей Михайлович вот послал с послал патриарш вспомнил о яростном противнике Мика на протопоте о вакууме вот почему он повелел за убиение о вакууме с титаном и смесьем послал Адаурской службы отставить наверное тогда же царь растворился вернуть о вакууме из церкви но послал вакууме были уже так далеко что приказы царя обогнали их лишь через несколько лет в весной 1757 года по первой талой воде послал стекло взвинулся на бастерника из Байкала к морю как положительно говорил всякий русский человек пробило сибирское море как клюзовый ветер волны захлястывали низкие реки сюда и дыр не утонул вакууме три дня бастерники на парусах перебежали в Байкал и вот уже лучшие шеллинги реки стесненные горами и такой быстро что не на низ ни за лямку ослабить стекло разобьет стекло и затыл стены сделала легкие барки и поволокли против стены послала вакуума послал и вакуума застало спрятаться в лямку людей не хватало поезд было некогда не то что спать в лямке как в удавке вкусно пиво позвучит люди это място повалятся прямо в грязь и ступают а постов стены заразили выкосы гиб палками и своеводскому судну гонят а тот бед иные батаганы и мисс миссион многих прибил до смерти и от водяной тяго эти люди погибали по вакууму многие живот совсем посинели распухли кожа растелась и образовались кровавые язвы на хилке вакууму барку оторвало от дерева и понесло остался марта набывало веков веков земли на гирюзе а кормки с вакуумом вкоре оказались под чередом миссия баркей и два вакуум выпала с надмитки вершин несло барку пока ее люди не переняли все припасы водой вымыло до крови хоть и поразвесили по кустам люди с таханем платье или мастерские атласные до костюму и не было времени, перегнило все и появилось семейство протопопов-оборванцев, за что пасков судьбов опять меня отстрепало в вакуум. Нарочно выражается так на смех людям, а в вакуум пришлось даже обратиться с коротко-наверазительной молитвой к свету Богоматери. Владысица, умный дурака! Кажется, помогло. Забрали уже и Иргинное озеро. Здесь на Пластогоре много озер. Отсюда одни реки берут начало и скатаются в Байкал, а другие – в Амур. Афанасий Пасков взялся за восстановление Иргинского острога, а Иргинные, сказатые, послали на разведку и впереди два паска среди. В наше время на низком берегу озера, в том месте, где тогда постоял острог, можно найти только остатки невесокого вала, почему-то густо обросшего с точными стеблями религией. Илазима вставала и засухала снегом болота, отряд начал перебираться в среде Индаде. Работника у Авахума воевода отнял. И пришлось дебному вареню с и протопорку самому валафисту Верт-100. Дети у него мал-маламинцы, один он работник. Сделал нарты сами, нагрузил на них пожить и повез. Маленькие Иваны Прокопи стрелись костюм. Настасия Марковна безрокерная, протопоркистка. Мукули младенцы за плечами костюля. Дети, что-то бельки на арте тянут, из них могут и на снег повалиться. Кое-как добрались, на пасков пельню с засеками пустил. Стали жить они под костной, пока воевода им в засеке места не указал, где можно балаганец поставить. Мерзли, ребята! Хоть и огонь курился, не переставая. Так домаялись в заселой воды, когда начались еще горшие мучения. За зиму казаки заготовили лес для сцена строго и для визма. Вязали из бревенской 70 сласов. Весной поклыли платы в них по течении годы. На каждом два-три казака, кони. Ох, и тяжела была доля казачья. Что нам страшное время населось? С боли говорил о нем о вакууме. Стало нечего есть. Люди летали с головами весь, как работы в воде. Река мелкая, платы тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, ботаги штуковатые, кнуки острые, шишки жестокие, а зонда стряшка. Люди голодные, как и насчет 10 человек, а он и умрет. И без детей на силу человек дышит. Весной по одному мешку солоду, данном на 10 человек, на все лето. Отпорами работай, работай, ни судьи на промышле не ходи. Твердо, бедно, в кашу ускипать, кто сбродит, зато палкой по лбу. Не ходи, мужик, умри на работе. Ох, времени тому! За эти сроки должно о вакууму памятник поставить. За то, что он обессмертил подвиги муки первых баурских насельников в словах страшных и прекрасных дневных сочувствий. Ныне об Аватине и Забайкале вспоминают только как о первом сынном в ряду многих знаменитых страдальцев русские российские каторги. В самом сердце Гаурии, из кияния реки Мерчинской, выбрал Сахков самое уважное место у хлебных пасин и у соболиного, у гозного промыслу, и поставил сам остров у место бичлетовского, разрушенного тунгушами. Сахков спасал измерщинского Степанова на Амур, указав своем назначении воеволе на всеми амурскими землями. Он приказывал Степанову прибыть со ста казаками в Мерчинск, а остальным казакам велел ожидать себя в Албазине. Но не знал поскольку, что в это самое время Степанов доживался и в последние дни. 30 июня 1698 года Степанов, пиктив сами казаками, был окружен в Луиско-Сангарис, десятитысячным маньжуро-китайским войском, частного прибранными казаков бежала, а Степан, взносами семейских рабочих казахами, погиб в битве и стеск среди врагов, как утес, заточенный волнами. Часть бежала попала в плен, часть занималась грабежами и ушла потом в Япутию. А с несколькими незадачными вояками мы еще встретимся в своем рассказе. 30 посольких казаков вошленность Степанова не застали его в живые, да и все были ограблены беглецами. Пасков заложил царю о гибели Степанова о создании мерцельского острога о своем намерении растить хлеб. Подписывал с заместением Пасков. Хоть и распахали казаки несколько депетин, это место хлеба не родило. И начался голод. Сам Пасков доверил свои запасы благополучия, но не успешно делиться ими с подначальными людьми. Воевод он здесь на тяжелой беде умудрялся на жевачке. В плавах у Москвы вся одежда, как мы помним, изгнила, усилела лишь однорядка на Старте Марковне. В Москве она стоила 25 рублей, в Сибири гораздо больше и роскошно одевал свою жену протокоп. Новый год дал за нее всего 4 мешка ржи, которые семья тянула год-другой, добавляя в кашицу, траву, толченную с основой кору, корешки и даже кости облоданных волками животных, что вот привкуснее было. Десятками умирали казаки. Жуткие картины решают о вакуум, о рыбании людское и смерти от глада и джды. Из курена выйду, мертвый, по воду пойду, мертвый, по крови пойду, там мои грубо мертвые. И мы по нежде ели кобылятину, и волков, и лихист, и кавчеловек. Кобыл уже ребенка родит, а голодные тайком уже ребенка и место скверной кобыли съедят. А поскольку следовый кнутом до смерти забьет, и кобыла умерла, поскольку неосторожно же ребенка вытащили из нее, лишь голова появилась, а они не выдернули, да и потяду кровь скверную есть. И самый грешный волей и неволей причастен кобыльям и мертвецким жиринам и спичьим мясам. Не раз говорил тебе про кобов, а вакуум пристел конец, приблизился час. У нее умерли два маленьких сына, родившихся в Сибири. Круп одного из мальчиков Настасья Марковна положила на песок. И потом стихку унесло его водою, но с вами руками лохнули. Не до него было, и себя носить не сможем. Горо своей матери притуплялось чувством безнадежности и необходимости заботиться о ребятишках, оставшихся в живых. Все семьи и бассейны они бродили по склонам стропок, усыпанных острыми камнями. Все еще херенши и других худобных старичков. По всей бедствии Хавакум обвинял воеводу Пашкова, не сумевшего устроить доставку продовольщей имени Кейска. Впоследствии в записи поданный царю он подробно описал бескинство воеводы, которые припал, бил к ночьем и ребра ломал и огнем вжег, а двух человек пошлал на дик за реку мухом на снедвение. Пашков боялся отпускать от себя людей, потому что они могли сговориться и идти совсем. И так, не отпущаясь и на промысел, переморил до 500 человек голодной смерти. Один раз этот Пашков решил отпустить 70 человек по строге надзором своих помощников и не отъехал вверх по лесу, где надеялись забыть пищу и Авахум. Во время этой спедиции почти 170 умерли от голода. Авахум не ехал 5 дней и приплыл обратно на плоту. Наташа Марковна послала к своего свеженью тети с Мионами, и та накормила его. «Из такого дома злоба, чистовой и милость», – писал Авахум. Пашков Мионовна и жена, вернее, Евдокия Кирилловна, подкармливали семью протокопа. Иногда пришли все соседи с места, иногда колобок, иногда мышки и освета, сколько найдется. А иногда у коров формы из корыта нагребут. Досная, бедная, веримухая граждана, бродила кайком к ней под окно. И горе, и смех. Иногда ребенка погонит от окна безведомо боярыми, а иногда и многонько притащит. Горьше было Авахуму это унижение. В большой семье Пашкова все, кроме самого воевода, относились к протокопу с уважением. Вдовы Мария и София, работницы в доме воеводы, стали даже его духовными дочерьми. Когда Пашков узнал об этом, он снова пришел в министовство. «Стайно ему, хочешь, выглядеть?» кричал воеводы и даже приказал «Жойте вакуумов трубишь!» Но потом смело все, после протокопа отвели к жене из битого и с выдранными волосами. Бессмысленная жестокость Пашкова поражала даже его привыкших к жестокости современников. Так прошли два года, пока зимой с 60-го на 61-й год воеводами решил вернуться с оставшими своего полка в Иргенский острог. Именно к этому переходу относятся вставшие потом хрестоматильные разговоры о вакуумах с Настасьей Марковной. Пять недель по льду голым уехали на нартах, мне под рабятых под рухвишку дал Пашков две клястьки, а сам я и протокопец обрели пеши, убивающиеся об лёд. Страна варварская и на женщине мирная, отца как лосадей не смеем, а за лосадей исти не посеем. Голодные и темные люди. Протокопец, бедный, бредец, бредель, да и повалился. Сколько гораздо. В иную фору бредельке повалилось, а ему и там неже человек на неё набрел, а тут да и повалился. Оба кричат, отстать не могут. Мужик кричит, матушка, государыня, прости. А протокопец кричит, что ухудвать, ты меня увядаил. Я пришёл. На меня бедная пеняют, говорят. Долго ли месяца я протокопом будет? Я говорю. Марковна, дошай мне до смерти. Она же вздохнет и сняла. Добро, Петрович. И не все, что бредель. Но Евгений Аввакум с ребятами ловил рыбу. По десятку порубий, где ему приходилось порубать, вольду толщиной в рост человека. Эта работа так согнула Аввакума, что он уже и до самой смертной мог раскочить. Ледом уродился хлеб, вроде бы улучшили, как ошельные проеводы. В августе 1661 года в Евгений Северский остров не были десяток казаков из тех, что бежали от Степанова и бродили потом по Амуру. Они попросили снова на государю услуги. Пасков Солин, из моего обычного мишения, Солин просил их. Ему нужны были люди, чтобы начать выполнять царский наказ, который предписывал приводить к присяге местных местных несков и собирать не так, уговаривая ласково. Но Солинских вождей уже платила дань хаму за байкальских монголов и хунь в Дор-Джи и связанную договором делась я по отношению к русским бороздебным. Теперь вступала в действие вторая часть наказа, но не послышников посылать государевых ратных людей с огненным боем. Походом на улучши должны были идти второй воеводы Еремей Пасков, сельдивистую с двумя казахами и двадцати солюзниками Эвенками. Уходил отряд торжественно. Эвенки пригласили шамана, что и погадал, будет ли дачный поход. Воеводы пригласились на Камлане. Себе не верили в действие силы юридических студентников, способности предсказывать будущее. Шаман в длинной чадной рубашке с раскрашенным, страшно лицом привел с собой живого барана. Был уже вечер. Казахи и Эвенки поеживая, слушались тревожные критики колдуна, взглядывались в ее порывающие движения. Метали всеми по земле красное, сплясочное пламени, как дров. Шаман подскопил к барану, схватил его за рога и начал быстро-быстро бегать, пока не открутил голову совсем. Отбросил ее прочь, он схватил длинный, стал плясать, прыгать и собственным голосом призывать духов. Потом закружился на все-таки быстрее и быстрее, и, наконец, упал на землю, дергаясь в конвульсиях. На губах всего выступила стена. Придясь, себя сама на нее, что души явились ему и сказали, «Победа великая и с богатством большим будете назад!». Воеводы радовались, радовались все, оживленно переговаривали, «Богаты, приедем!». А вакуум он был возмущен этим шоеверием, он сплюнул и демонстративно удалился в хлеб. И стал оттуда кричать так, чтобы слышали все, «Послышай меня, Боже, старый небесный! Свет, послушай меня! Да не возвратясь там спать ни один из них! Один долей наведи! Да не будет пророчество дьявольское!». Доложили об этом Паскову. Тот вырвал Аллахума, но расправиться с ним было недосуг, пора было отправлять отряд. Протокоп из самого охватило острое чувство жалости к людям, уходившим в неизвестность. Но он, простя и по-прежнему, прямо твердил, «Погибнете там!». Еленей Пасков, совершенно ждите с толку, противоречивыми предсказанными, стал слезно просить Аллахума, помолиться за него. Протокоп из стала жаль своего друга тайного. Столько раз вступавшись за него наперекор Отцу, и он обещал молитве. Что бы не случилось теперь, та или иная молитва должна была подействовать. Прошел месяц, уже пора возвращать к Иеринею, но от него нет никаких известий. Мрачный воевод, видеть не хочет литов вакуума, который считает виновником гибели сына. Но однажды он приказывает готовить за стенок и разложить огонь. Пытка над Лиди поджаривание на огне литов вакуума, и он знает, что недолго после этого живут люди у воеводи. Уже шатающийся от горя, костяный Пасков приходит за стенок и посылает двух полостей за протокопом. Избрюх! В воротах острогов оказывается Иеринею Пасков. Он ранен, но сидит на коне. И едет он дороже, мимо из зоа вакуума. В ней полостей приступился к протокопу и отживает их. И шут к нему из-за стенка воевода. Иеринею слезает с коня, сланяется отцу и рассказывает. Ошутило с ним вот что. Давно до казаки бежали от Паскова, подозорко судил он за ними, держал в седине доносчиков истреблял всякого, кто мог возмутить людей. А тут ухлённые фольдительные надзоры воеводы и раздоворенные рассказы им пришельцев Тамура. 17 наиболее дешительных казаков сговорилось. Вновь, на 4 сентября, забрав много оружия и рухляди, они бежали на плотах вниз по Янгодия. В Нерфинске обманом взяли у Ассалина там Пасковому пролит или несколько судов и пошла вольница гулять по рекам, градусе, речне и поперечне. Так заносил по начальству Афанасий Пасков. Иеринея, по словам Авакум, потеряла в статке своего отряда схватка с монголами, от которых его увёл по пустынным местам и по каменным горам, ивент проводить. Пока Иеринея рассказывал о своих приключениях, пришёл поклониться и разузнать новости о Вакуум. Пасков по-прежнему уверен в происках протокопа, возил на него офис. Слово-слово, что медведь морской белый живое его проглотил. «Так, что ты делаешь?» – вздохнул, сказал воевода. «Людей погубил сколько!» А вакуум по обыкновению хотел потереться воеводе, но Иеринея вовремя остановил его. «Батюшка, поди-то сюда и домой!» «Молчи ради Бога!» Неудача Иеринея была в крушении всего дела Паскова. Напрасно оказались его упорством, жестокой сгибелью сотен людей. Это был последний год его воеводства. Всюду зиму новый воеводой Ларион, Толбузин, агибай Байкал с севера шел на лыжи сему на смену. 12 мая 1942 года он принял у Паскова 75 оставшихся в живых служилых людей. Толбузин оказался более удачным. При нем уверенности князь Иерин Тимур, воевавшийся с Петром Бикетовым, ушедший из Китая, вернувшись, принял русское подданство. Это вызвало оживлено тереписки между воеводой и китайскими властями. Несмотря на малышительность своего войска, даурские воеводи держали себя уверенно, а приемник Толбузин, воевода Артынский, в 1670 году даже отправил в Петин посольство, предлагая своего имени китайскому императору принять русское подданство. Посольству были вручены подарки для русского царя и требования о выдаче Гантимура. Начался массовый уход к русским бурят, находившийся до этого под монгольским владычеством. Тогда же я вакууму узнал о разрешении ему вернуться на Русь. Посоль уехал в том же месяце на нескольких больших достельниках с вооруженной охраной. А вакууму он с тобой не взял, надеясь, что опасный свидетель его без птиц погибнет дорогой, то ли утонет в бурных веках, то ли убить его воину какого-нибудь немирного племени. Впрочем, и сам вакуум с ним не поехал бы, разумно полагаясь, что воевода способен среди моря велись стыдно стихнуть, а потом сказать бы, что сам водился. Через милосе тронулся я вакуум с семьей. Подготовился к сети он неплохо. Свел дружбу с приказчиком, подарил ему книгу, покунулся с ним. А у вакуума Настафи Марковны родилась девочка, и они с приказчиком крестным назвали ее к семье. Новый друг уделил ему муки, корову, несколько овец и застраховался Пасковского имущества. После прежней скуды это был великий праздник. Отпаялись молоком, наделали в дорогу сырок, насушили мясо. По другой вещи сам Пасков, отъезжая с сердца, дал белую корову, овец и кот. Не обошлось без романтических сцен и предплытия. В легкой барке, кроме двумя пятерых детей а вакуума, поместилось еще десяток старых, больных, раненых и два мерзавца, которых протокол в приступе сопрощения решили спасать справедливые кары. Это были Пасковские яберники, доносчики, исполнители кровавых приказов воеводы. Один из них, Василий, в свое время чуть было на кол, а вакуума не посадил. После отъезда Паскова казаки точно стали убивать доносчиков. Василий протокол выкупил, а другой негодяй бежал в лес. Дождавшись вакуума по пути, он с плачем кинулся к нему в барках, в карабах. Но за ним уже была погоня. Когда вакуум велел лечь к червячу на одной лодке, сверху бросил постель и уложил на нее жену с дочерью. Казаки перевели все на судне. Но Настасью Марковну с местами тронули. «Матушка, опотевайте!» — говорили они. И так-то, государыне, горе натерпелось. А вакуум же позволил себе сказать лох во спасение яберника. Нету его у меня. Потом он и без горла текался в том, что солгал. Это очень примитательно для вакуума. С одной стороны солгал, а с другой спас целогета, который еще способен покаяться и исправиться. Вот и разбирается Христос на страшном суде в этом деле. Слава на вакууму сопутствовала удача. Стали запасы кончать, и гибрия добили. В воскресенье русских людей встретили столицу соболинную, рыбу они там промышляли. Видно, так плохо выведены путешественники, что станистники, глядя на них, плакали. Пасковские же полцами плакали от радости. И рыбы столько ситров свежих предложили им взять в запас. Мрачно было на душе у вакуума, когда он впервые оказался на Байкале. А теперь человек свободный, Огревелся, и ровно другой свет осветился. Господи, красота-то такая! Вокруг моря горы высокие, и пески каменные. Ветер из всех утесок высекает и палаты, и повозушек, и ворота, и солбы. Благословенно-байкальская земля. Растет в ней сам по себе лук большой и сладкий. Чеснок растет, коноплят, цветы благозонные. На окне растесок золотой, чистый чистого. У берега вода изумрудная, а дальше синяя-синяя, глубокая, холодная. Истичь на воде всяких, детей и лебедей, видимо-невидимо плавает. Как снег. А рыбы в море густые, а хитрые и тайные, и стебли, и омули, и фиги. А хитрые и тайные такие, что на сковороде нельзя жарить. Один жир. Жир благорадуется человеку в красоте этой, думает о вакуум. Так нет. Человек все соединится, пустым занимается. Скатит, как козел. Раздувается, как пузырь. Гневается, как рыжь. Лукавит, как бес. А обживающие ржет, как жеребец, при виде красоты, не им созданной. Потянув карбасы, кропав парус из бабьего сарафанишка, пошли через море. Верна переплыли, как началась буря. На силу место нашли от волн. Пока вакуум в Даурье был, неподалеку от Байкала, новая крепостица выросла. Иркутск. В зиму Шилипан, Гореба и Мисейска для вакуума хорошо принял воеводы Иван Ржевский. Весной тронулся по обид. По дороге его перехватили чуженцы. Перед этим они только что убили 20 человек. А его отпустили. Надо думать, что вакуум охранил его в священнических часах. Как Пашков с казаками уважали и побаивали с юземных шаманов, так эти юземцы не хотели навлекать на себя гнев таинственных потусторонних книг, с которыми непременно был связан русский шаман. На СССР снова засада. Обскочили иноземцы. Луки со стрелами направили. А вакуум пошел в судно, стал их обнимать. Мужики подобрели, привели своих баб. А уж Настасья Марковна само обаяние. Улечило их. А вакуум уже знает, как много значит настроение женщин, как они имеют повернуть по-своему. И в будущем, вербуя сторонников, он станет опираться именно на женщин. Вот и теперь мужики спятали свои руки и стрелы и стали торговать с вакуумом. Когда он прибыл в Стабольск, там удивились, как ему удалось проехать. Пости по всей Сибири от Урала до Абиб, полыхало восстание башкир, татар, херемистов, хантов и других народов, поднятое в Диолетке Иреем, внуком хана Кутюма. Он не стал восстановить Сибирское царство от своего деда. Стабольский пошел в десятый год с транспорами Аввакума. Арктипитков и Симеонов в городе не было. В воеводе сидел Иван Сибирков, сын князя Андрея, старого друга и защитника Аввакума. Для подавления восстания воевода готовил войско по иноземному, польскому строю. Тысячи рейтаров и тысячи пехотинцев. Многое было вновь в протокопу. Уже в первых завидших городах на своем пути Аввакум увидел, что Миконовские нововведения распространились и довольно прочно утвердились в царковном обиходе. Сперва он недоумевал. Ему было известно, что стало с Никоном. Почему же живет то, что завезено ненавистным патриархом? Как быть? Бороться в открытую? Или скрываться вести борьбу с тайной, чтоб проросило слабый успех? Он не боялся открыто проповедовать свои взгляды, но ему было страшно за жены детей, которым что-то пришлось бы пострадать за него. Настасья Марковна заметила его печаль и неназойлива, с отрядством. Стала бы спрашивать причины его дурного настроения. «Как быть, жена?» – сказала Аввакум. «Зима эритическая на дворе. Говорить мне или молчать?» «Связали вы меня!» Жена поняла его с полуслова. «То ты, Петрович, говоришь!» «Слыхала я!» «Ты же мне не читал ритю Ходжского Павла, с родиной женой личного взвода!» «Я тебя из детьми благословляю!» «Держал!» «Проповедуй по-прежнему!» «А она святую жизнь!» «Не будем расставаться, а если разлучать, не забывай нас!» Подни, подни в церковь, Петрович. «Облюдай бледнюю юридическую!» «В ноги поклонивший Аввакум ей!» «Словно крылья обрел, отряд специальной слепоты, и начал лечить с оградом и везде, и везде же и верить некорьянскую с одерзновением облетел». Произнося речи во всех родах, которые он проезжал, выступая в церквах и на торгах, Аввакум довел свое ораторское мастерство до совершенства. Он не стеснялся ни площадного языка, ни крутой народной речи, приводил примеры к своим многострадальной жизни. И ему верили, за ним скли, его словами скли дальше. Еще десятки лет потом начальство доносило об угаре, которым Аввакум наполнил сибирскую сторону. Но успех Аввакума как оратор объясняется не только его талантом. Не говоря уже о подготовленности почвы, на которой падали семена его облегчений. Самому Аввакуму в его духовном мире произошли большие перемены. Сотни раз он был на грани смерти и не умер. И все сильнее и сильнее креплое убеждение, что его берегут высшие силы, то ему предназначено некое высокое миссие. Он уже верил собственную неуязвимость, то, что в ничем из него небо и земля и вся тварь. И он решил до конца стоять, по его словам, за чистоту и непорочность расти. Такая безденность не могла не одесетерить его силы, не могла не привлекать к нему людей. В Собольском аввакуме с первого был в Соквах, бывал, служил в Софийском Соборе по-новому, потеругался. А однажды после заутренних дней имениться ревны он вздремнул. И в тонком стиле ему приснилось, как это бывает именно то, о чем он напряженно думал в то время. Христос покужал его, пообещал растечь надвое, если он не будет близки веру. В тот день аввакум, как он каламбурил, к обеду не пошел и обедать князю пришел. Во время обеда он был особенно краснорепил и расстроил всех, а боярин, миленький князь Иван Андреев и Стилков, даже плакать стал. Существительности воевода был у отца. В Соквахаре аввакум ходил в церкви только проповедовать, в Тобольске он нашел немало стильных ревнителей и благотельствий, среди которых наиболее видной фигурой был Поп Плазаре из города Романово. А одним из первых он начал с поворным языком проповедовать. А в вакуум и предполагать не мог, что вместе с Плазарем им в одном костре сгореть придется. А в общем, Поп был человек веселый, не дурац выйти и рассказать еще листьями байку, чем он смущал гостей своего доброго знакомого, тоже стильного, а впоследствии знаменитого писателя Юрия Крижаницы. Судьба Крижаницы – человек очень крупного и недостаточно еще оттененного весьма любопытна. По национальности Хорват он принадлежал к знатному, но обедневскому роду. Учился в католических коллегиях в Гене, Балоне и Риме. Его готовили в качестве Агенка для пропагандистской работы в далекой православной Москве. Он изучил церковные истории, греческие языки, греческую ритургию. Протел все литературные известия о России, знания и приязни старях католицизмы. Он рисовал действовать среди русских осторожно. Вперва не упоминать актизмы, а только виспевать их в добродетели. Цифровые расы католической церкви, правда, не снабили его достаточными средствами и особенно, видимо, веря в его успехники. Первый раз он посетил Москву в 1547 году вместе с одним из польских посоль. Разговарив с патриархом и увиделся католическими догмами, тут никого не пройдет. Но релье у него не угасло, и на свой страх и риск отправился в России снова. На Украину он попал в самый лучший политический пиурядец и написал сутевой офис «От любого до Москвы», который надеялся представить русскому царю. В 1669 году он у нас оказался в Москве. Он мечтал написать грамматику славянского языка, составить лексикон, а также собрать материал для обречения инородников для лекарств и славян. У него возникла идея объединения всех славян под властью царя. Но царь должен был признать главенство папы. Он предложил Алексею Михайловичу свои услуги в качестве царского библиотекаря. Ну а тут католику не поверили и на всякий случай послали в Сибирь, обеспечив безбедное существование. В Тоборске он написал большой круг под названием «Политические думы». Этот трактат, в котором есть разделы историко-философски, экономически и политически, записан на страны в течение русского, сербо-хорватского и польского языков. Таким представлял себе очень славянский жид, пан Слависки, настроенный стрижами. Он очень благожелательно отнесся к московской действительности, пророчив русскому государству великое будущее. Он верил во всемогущество русского псалитизма и справедливо сдал от него реформ в области народного образования и экономики. Сознание крижаница энцетофизическое, он цитирует произведение сотен писателей, древних и новых. Горячо отстаивая власть просвещенного монарха, он не менее горячо выступает и против тирании. Главным для могущества славянских народов крижанец считал неуклонное выполнение нравственных законов и борьбу против стихуберсия, борьбу против проникновения всуждого духа, так как это ведет к ослаблению нравственности, раздорам и закабалению нации. И Аввакум захотел увидеть этого человека, который был бы ему духовно ближек, если бы не одно весьма важное обстоятельство. Послушаем, что рассказал об их встрече крижанец. А Аввакум, когда его из Даур в Москву везли, послал за мной и вышел на Кривицу навстречу. Только я хотел на беседу зайти, как он говорит мне. Не подходи, стой там. Признайся, какой ты веры. Благослови обсе, сказал я. Не благослови. Скажи сперва, какой ты веры. Эти честно ответил я. Я верил во все, во что верует святая апостольская соборная церковь и иерейское благословение по всему же церкви. И прошло это все показать мне. Я готов сказать о своей вере архиерею, но не первому встречному, к тому же еще и сомнительной веры. Так будто бы отбрил прототопа крижанец. Я описал он эту встречу в облегчении советской церкви, в котором обращался к сторонникам Аввакума. «Вот видите, отцы, какой у вас апостол», добавил он. «Такой бы и Христа судил за то, что тот позволил Марии Магдалине ноги тебе целовать». Крижанец выступал против чижебельки. А для Аввакума чижебельским было латинство католичества крижаника. Не трудно углядеть в этом некую иронию относительно. В начале 1664 года вакуум с семьей благополучно проехал за сухом, через захватив и восстание в край. И уехала из Собольского салмыска Анна, все же патрица это в монотине. В книг ему стиле к ним переселился местный иронивый Фёдор, ходив с пизиной босой в одной рубашке. Когда он забегал в церковь, его спрашивали. «Как же ты после мороза в текле стоишь?» «Когда отходят ноги, очень болят», — отвечал он, спешав по терпичному полу ногами, как деревянками. А вакуум у него в теле обнаружился столкер новой, никоновской печати и то, что стал объяснять иронивому юридичность новых книг. Фёдор схватил книгу и бросил её в пизд. Так, а вакуум приобрел верного и очень важного сторонника. В Москве вакуума встретили как Ангела Божия. Песари, бояре — все были рады ими. Царский посельничий Фёдор Фишев вышел на крюсов встречать его. Крюзные о треносе проговорили они. Фёдор Фишев не отпускал увлекательного собеседника. Потом подел в протокопа к цари. Алексей Михайлов справился в здоровье, дал руки поцеловать и пожать. Распорядился поселить о вакууме на монастырском подворье в Кремле. Проходя мимо протокопа двора, царь всякий раз низко кланялся о вакууме и просил благословение. Однажды Алексей Михайлов съехал верхом и, снимая шапку-мурмонку перед протокопом, уронил её на землю. Из кареты высовывался за видевого вакуума, а следом и бояре к нему, целом да целом. Царь любил таланцевых людей. Да и нужно было ему протокопить сейчас, когда окончательно решался вопрос о патриархском престоле. И свободном, и, вроде бы, и все занятом, отсутствовавшим Никоном. Но вакуум не оправдал надежды царя. Он подал бумагу, известную под названием «Сервой силобитной». В ней писал, как живя на Востоке, в смертях многих. Он надеялся, что в Москве тишина застал раздор царковный. Мало было мурового поветрия из-за Никоновых затеек. Будут и все беды. Как было тихо и нелетежно при протокопе Степанева-Непатии, в кончавшемся 1655 году. Никого он не любил, как Никон. Докучая то он о вас, благодарю, рассказами о своих бедах. Но что было, то было. И ребра ломали, и кнусьем мучили, и на морозе голодом томили. И все-таки не хочет душа принимать законов беззаконных. Не время не отложить служебники новое. Никону и затейки дурные. Исторонница злой корень, паводное усенье. Кротко и тихо станет царство Алексея Михайловича. И еще рассказал о Вахуме своих странствиях и о Самодурске Афанасье Паскова. Но просил не искать воеводе, а велел ему постричься в монахе. Чтобы встретить и сидел он нигде на воеводстве и не зубил бы людей. Первые же дни по приезду Афанась в Москву, Пасков понял, что дело его плохо. Он боялся разорения, пыток, злой смерти и хотел откупиться. Предлагал Протокопу много денег. Ну а Вахум денег не взял. Другое у него было на уме. Он жаждал моральной победы и одержал ее. Не выдержал Пасков сытки и ожидания и послал за Вахумом. Протокоп пришел к нему на двор и грозный воевода бросился ему в ноги. «Делай со мной, что хочет!» Еще в Даурия Вахум говорил, что Паскова постричь надобно. И теперь он торжествовал. Вместе с монахами Сидорского монастыря он постричь и подкинул Паскова. Сомалида старого, но еще деятельного воевода, было уязвено так сильно, что его раздел параллит, и он вскоре умер. Его дело с отменой Никоновой затеей не взвинулось и на сад. Война в Польше положила конец вековой борьбе, так как вывелся перевес России. Воссоединились русские земли, возросла государственная мощь. Была выбита почва из-под политических притязаний католицизма. Более того, появилась возможность объединить духовные усилия Москвы и Шиева для перехода в наступление на католицизм. Но для этого необходимо было не только перенять западно-русский опыт идеологической борьбы, но и в помощи истонных украинцев и белорусов овладеть системой пропаганды, применявшихся противниками России. И это невольно приводило к сближению и взаимному проникновению двух великих русских и западных культур. Рядовые московские воины, побывавшие в западных областях России, привыкали к новым обрядам, отстаивали службу вместе с православными украинцами и белорусскими крестившими с этими оперствами. Старий Алексей Михайлов с великим удовольствием занимал киевскому церковному пивни, а потом вводил такие распевы в Москве. Во время похода он и его окружение общались с католиками, среди которых были люди занятные и умные, и постепенно приучили их к веротерпимости. Много белорусов и украинцев приехало в Москву. Они не были иностранцами, поэтому не знали ограничений, были свободны среди москвичей. Грамотные и обходительные они сразу же обзаводились широким кругом знакомых, что не могло не порождать юберальных верений, подстативаться к столу московской исключительности. Иностранцы тоже охотно ехали в Москву. Их привлекали выгодными условиями и не отпускали, пока они не передавали свое мастерство переимчивым и способным русским ученикам. Особенно много иностранцев было в армии. Европа переживала смешное время. Фронта и уреженство, Мазарини во Франции, Гражданская война, как же Карла Первого, продвижение Кронвеля в Англии. Эмигранты дворяне из Англии и Сотландии неплохо призывались в Москве. Иные, перейдя в Православие, остановились под тем русскими поместиками, сидели в книжниках в своих деревьях, и даже по обыке некоторых русских сказывались в книги, когда надо было являться на службу. В домашних библиотеках москетей появилось много иностранцев и переводных книг. Уже у Никона были демастерный плутар. На второй половине XVII века на русский язык перевели 117 книг, три четверти из которых жили светки. Сам Алексей Михайлович и начался носить польский западный костюм и завел во дворце иноземную мебель, а скоро будет и не сын играть в органы, а стариться смотреть театральные представления. В домах бояр висели картины западных мастеров, хлопотали польские и немецкие слуги. Петр I стыклил на уже подготовленной оси. Как бы испекляло его деятельность, не он первый задумал и начал отпусклять подсоединение русских земель, укрепление западных и южных границ и знаменитые реформы. Алексей Михайлович не собирался резко менять русский уклад на западный, но и не отказывался от полезных новин. Что же касается резанья бород, то у Петра I были и бритые враги, и бородатые друзья. За несколько месяцев до возвращения в Атуму в Москву там же появился образованный монах Симеон , способный проповедник и стихотворец, он стал учителем царских детей, толковывающие и мешающие западные идеи абсолитизма. Неурядицы, катания, анатемы, все это подрывало уважение к церкви. Во время патриарства между царствами, длится еще 9 лет, в царстве тяжести вмешиваются церковные дела, и даже поручая присматривать за ними своему бояре, настременному в пьяновище, тресними, который стал как бы предпетельщий обер-прокурора Синода. Никогда не любил ничто. Бояра унижала его власти, церковники страдали от его суровости. Народ видел в нем нарушителя старых верований и обычаев. Но реформа не была личным делом Никона. Ее хотел царь, ее расцветили восточные патриархи, и, что самое главное, она расторяла политические возможности русского государства. Падение Никона заставило его противников и все больше сомневаться в правильности реформ. Алексея Михайловича буквально засыпали тело битвами, и на всех уликах и переприровках по всей России обсуждались в правках книг. Люди читали, выискивали исправления, спорили. А это было достойно всем знавшим грамоту, пока каждому свободно вышло свое мнение, и каждый дорожил им. Новые переводы книг не были совершенными. Сам Никон Греков своего языка не знал. Главным переводчиком и справщиком книг принял был Арсений Грек, который только во время четвертого отца вышелся говорить по-русски. В тонкостях русского языка он не разбирался, не всегда умел подыскать нужное слово или оборот, и поэтому его переводы уступали старым в ясности и точности. Многие выражения у них звучали для русского двусмысленно и суждо. Криптики, помнил нечистоплотное простое Арсений Грека, обвиняли его в намеренном искажении текстов. Эпифаний Славиневский был человеком высокой культуры, ученым, проповедником, переводчиком. Но в последнем качестве он известен как крайнюю чреверзанность буквализма. Эпифаний носил природу русского языка, шел на поводу греческого строя реки. Он просто подставлял вместо греческих слов русские, выстраивал их в искусственные и маловразумительные соприкания, изобретал собственные слова. Естественно, это давало обильные пищи для толкований и отзмений. Иван Миронов уже через год после ухода Виттона подал царитила битвы об избране нового патриарха. Ее подписали всякие стенок в мире, воспитавшие стопора кончать под мукой. Суздаль Степанов Никита Добрыни, известный в истории под прозвищем Пустосвят, подал на артистников от Степана домой, зато что тот употреблял никоновские обряды. И собор 1665 года едва не осудил Степана. В Соловецком монастыре новость митрицы признавали, но сорт привлекал Соловецкого Артемандрита к своему столу. Торковный иерархист лицарю себя неуверенно. Один больше нравилось старое, другим новое. Старь гневов на упрямых епископов, но решительный смерть пока не принимал. И следовозвращение Авахума из Сибири стало складывать литературу в защиту старых обрядов. Родственник артистов Артемандрита Акровского монастыря Спиридон Потемкин обвинял исправительный книг в латинской ереси. Он и другие проповедовали. «Создать церковь Христос обещал есть существование до кончания века. Скажи, что церковь мою и врата адовы не одолеют ее, а почему церковь не движена в своем устройстве и догматах». Знамы церкви держат в русском государстве. В Писании говорится, что древняя жизнь, которую сделала сатана, была хован ангелом с неба на тысячи лет. «Иногда скончаются тысячи лет, разрешен будет сатана, темничествовав я, езю не пресить езю пищущее на всех углах земли». В XI веке западная церковь опала от восточной. И в 1900 лет западная Рызь приняла вбред семью, и все через 60 лет Викон произвел перемены в московском Благописи. А после 1666 года, число зверя 1666, придет и сам князь тьмы Антихрист в образе человека. Это очень действовало на умы. В лесах под джазниками образовалась целая колония лесных старцев. Ученики Капитона, француз Вавила, Леонид, Василий Волосатович, проповедовали уже не украшение флоти, а самоубийство голодом. Инжеверы малышики сотнями запирали людей в избах, но сами в голодовках не часто были, не слышали в свою ужасную проповедь дальше. В 1645 году инжеверы стали призывать крестьян запираться во винах и сжигать. В 10 последующих лет весь север был охвачен массовыми гарами, как тогда называли самосожжения. Ближе к подушу Спередону Патенту Муриким Старцем был внук крепостного в поместье Адоевских, дьякон московского Благовещенства Собора, Федор Иванов. Этот молодой еще человек увлекся вопросами обрада, изучим греческий латинский язык, раздобыл старинные книги и писал посинения, полные мразьких предсказаний. Впоследствии они со вакуумом пояснили, писавший антифриста, сына погибели. Он был человек определенной личностью, зачатого от блюда еврейской женщины от колена данного. И он восталит во времени, но пройдет в Никипельский и до Иерусалима. Там, в своей столице, он был первым среди одиннадцатих женных старей, начав покорение привязавших к странам Сибирта. Извинительский беспокойство заставляло обращаться к туманным словам древних книг, сочинениям Кирилла Александрийского, например, и толковать по своему откровению Иоанна, предсказывавшего появление царя, которому надлежит почти все народы жежем железным. Все это будоражило русский народ, скатилось до самого дона и дальних сибирских краев, подготавливая службу для проявления сотни старообрядческих группов и всех, наслаиваясь на недовольство крестьян, все тут же завинчивающимися кисками царской и боярской власти. Старая дворя Римитрия Благотельствия почти пошла на нет. Наронов совсем обрехлел, да и примирился он с нововведениями. Но возвращение вакуума добивался нестанно. Молва о страданиях и огнепальной проповеди протокопов в Сибири возбуждала любопытство, надежды, тревогу. Тревогу считывал и царь. На такс-тревый политик он рассчитывал на сокрушительную работу времени, денег, власти. А вакуум, насколько помнил Алексей Михайлович, простодушно любил всякие почести. И эти почести были ему оказаны. Протокопы сказали прямо, «Ты видишь, и ты получишь любое место, даже не высшее, место царского духовника». Заготовлены показали ему бумага на значении. Ну а вакуум не захотел, да не захотела же. Поговорить о вакууме поручено было Родиону Стречнину впоследствии боярин и дядьке старейки Петра. Если царь наделся исправить протокопа, то и вакуум началось исправить царя. Он так и сказал Стречнину, мол, помаленьку исправиться царь. Стречнин хохотал. Такое о царе можно было сказать только в шутку. Царь велел вознаградить протокопа. Пожаловал ко мне. Прислал десять рублей денег. Хорюша десять рублей же денег. Лохян духовник десять рублей же. Родион десять рублей же. А дружище наше старое Феодор Тичев. Ото шестьдесят рублей. Казначеев своему велел шапку мне сунуть. А про них и нечего сказывать, как царь всегда несет тщательное. Поскольку вакуум отказался от духовничества, ему посулили, что с сентября 1664 года он встанет на пятом дворе и будет править книги. Больше радости вакууму трудно было доставить. Но еще в августе боярин Салтыков передал ему старский выговор. Власти на себя жалуются. Что тебе ты за пустоши? Поесть стрельку опять. Что бы саму причину царского гнева? Что еще сделать августом за свое сравнительно короткое пребывание в Москве? Очень многое. Да прием за августом и многочисленные противники Никоновской реформы действуют на свой риск. У него не было признанного главы руководителя, который бы объединил разрозненное усилие и создал мощное движение. Теперь такой руководитель появился. Чезнекилетняя стойкость и биль, непоколебимая стойкость и приверженность к родной святой старине, громадная и мертвительность, редкая способность в любых условиях состоять за свое убеждение, все это создало ему непререкаемый авторитет. А Вакуум воспринял признание своих заслуг как если само собой разумеющиеся и пошел на пролом. Он действовал смело, не знал колебаний и не шел ни на какие уступки. Любопытно, что первыми обвинения в расходе бросил именно Вакуум и его друзья. Для Никона, а потом для Алексея Михайловича такого понятия не существовало. Были простые, что возникли беспокойствие и не более того. А Вакуум был же ранним гостем в домах московской знати. Многие становились его духовными сыновьями и дочерни. Умный и тонкий стихолог, отличный рассказчик. Протокоп притягивал к себе людей, как могли. Так он сразу же близился с боярами Феодосией Прокопьевной Морозовой и ее сестрой Снегиней Закине Прокопьевной Урусовой. Обе были в тюрьме Охомничея Прокопьев Соколнина, близкого родственника и дворецкого солицы. И от дольше рано выдали замуж Заглеба Ивановича Морозова, брата царского дядьки и кирсина, а потом с усиленного Временщика Бориса Ивановича Морозова. Рано жалов до вес, она по-прежнему занимала высокое место при царите Марии Ильиничной, была ее ближней боярами и подругой. И пока в нем и Морозовой имели в сказочном большие состояния. По словам Авбакума, только у Морозовой было тысяч восемь крепостных и всякого имущества на полтора сто двести тысяч рублей. Она выезжала в золоченой карете, которые тянули полдежами горячих аргаматов и сопровождали до сотни слуг, расцеплявшись в путь и оберегавшись в тесте и здоровье боярами. Женщина, экзальтированная, натянулаш к главному сибирскому мученику, и самозабвенно служила его делу. Свой дом она превратила в подобие монастыря, напомнила его монахиними, нищими и родовыми, которые имели доступ в любой мастовский дом, усердно помогали Авбакуму настраивать ответственное мнение. Морозов взяла без мужской ласки. Нервная любовь любительному сыну и лихорадочную деятельность зашиты старины стали смыслом ее существования. Современным романистам, заглядывающим в XVII век, всегда соблазнительно бывает внести в отношении Теодосии Авбакума в некий романтический оттенок, а то и намекнуть на возможность близости между ними. Теодом к тому, может быть, имеется в делах XVII века неподтвержденное обвинение в том, что, водясь с прокопатом Авбасом, боярни Морозов, будто бы родят родить. «Вдова я молодая», — говорила она в вакууме, — «хочи тело свое узнучить постом и заждаю». В своем постичке она доходила до крайностей, носила власяницу, ложилась спать при слугах на перине мягче, под покрывало драгоценное, а потом перебирала стойком на пол, покрытой рогожкой. Со своей духовной дочери Авбакум, не выходя, жил во дворе. Часто бывало ему родственники царицы, бояра Нянны Петровны Милославской, близкие, знаменитого князь Витрия Пожарского. Кодору Михайловичу за Боровицкие ворота он ходил в бронюши со ступниками. Кстати, Теодосия Морозова была обвалирована сестрой-ночальника приказа Большого Дворца Артистива, а ученый старовер впередом потемке и его дядей по матери. Артистив, как мы уже говорили, покровительствовал украинским монахам и стоял за мёдшество, но не забывал ревнителей старинных. Он любил слушать их оживленные продолжительные споры. Даже не излюбляясь в догматическое существо споров, может представить себе, как в тентеральной сна Вакуум состежался в Красноречии со своим земляком, артистическопом Илларионом, старшим духовником Лусьяном, Итифанем Савинецким, Симеоном Половским, Симеоном, Симеонкой Чернышом, а Вакуум познакомился с населением царя Пласяжа по приезду из Сибири. Видимо, во мне старели приятные слова ко мне, читала Вакуум, «Прископил ко мне и влежал меня». И я ему сказал, «Откуда ты, батюшка?» Он же ответил, «Я отеченька из Киева. Я вижу, пошел он, одна ревнулина. У Федора Российского шли в палате, в Киталике». Федора с Симеоном сводили до полного изнеможения и расходились, как пьяные. Однажды Вакуум пришел на свой двор артистчивый зелок и пьяный, так как в доме у него шумело много о вере и законе. «И застал у тебя непорядок!» Настасья Марковна пообранилась с дождовой сити, неизвившей в семье Вакуум. И с тем, не осуществляя от споров, он сгоряча побил обеих. «Я и всегда такой я, окаянный, стердит, драть полихой!» А в то время он сделал Вакуум Ажи, прикованный к стиме, буйно помешанных в лиф. В древней Руси в помешанном отношении было боязливо сочтительное. Считалось, что в доме стрелялись в детстве. Филиппе не врачи, а священник и монахи. Такие детские штуки у Авакуума можно считать в десяток. Он держал их на штуке, исчезав молитвой и уговорами. Ухаживал за Филиппом Еродией Федор, которого Аваку вывез из великого учтега. Еродиевы, блаженные, отказывают от мерзких блат, но жили веры, отличаясь к исковости веры и буквальным соблюдением Евангельских заповедей. Их несчастительность к холоду и голоду, обостренные прозорливость и другие их способности, не свойственные обыкновенным людям, производили чекутение чуда. Иродиевы почитались и в народе во дворцах. Сользясь народным покровительством, они бесстрашно говорили с царями и боярами. Авакууме мог так привязать к себе блаженных, что они становились самыми яростными защитниками его дела, лезая него на костер и на бисерлицу. Такая судьба ждала Афанасья, жившего в доме у Морозова, и Киприяна, и Федора, переписывал, что о тебе не встал с книг, которая подбирала Авакум для своих полейников и чеканьянами. Возвратненько на первое, так говорила Авакум. Дешеный Филипс, тревожный ссоры, протополка с домашней, пришел в муссов, ворвал цепь и дихо кричал. Женщины и девчо перепугали. А Авакум, который уже охватил раскаяние за то, что он оскорбил гораздо Настасью Марковну, пошел укрощать помешанного. Обычно Прокопов пришел справляться с ним. Но на этот раз в изнесении в сознании он даже не стал бороться с Филиппом. Когда тот принялся бить и терзать его, приговаривая, «Попал ты мне в руки! Не боюсь я тебя!» Наконец Филипп отбросил Авакума. Полежав немного, Прокопов стоящий собрался, нашел жену и поклонился ей в ноги. Настасья Марковна, «Прости меня, грешно!» По слезами на глазах просила Авакум. И Настасья Марковна, тоже поклонившись, простила мужа. Просил, простил, и он ее тетейли. Но в крови его все было неспокойно. Рыщий человек, если он владел собственной совести, не оборим. Он может быть и жестоким во имя дела, с которым прикипел душой. Не стоит он почистить вину, душевный разлад. От ограждения совести начинает опустошать его, заставляет искать наказание и даже гибели. Несмотря на прощение, Авакум слышал себя несчастным. Советение успокоилось только тогда, когда он лог посреди горных и застал всякого жену, детей, человек с двадцать, встегательных лет и покаянных в тени. И когда каждый прослежанный отпускал ему по пять ударов, Авакум приговаривал, «А кто бить меня не станет, тот не получит со мной места в царстве небесном». За себя он был совершенно уверен. И все подбирая в свое избранничество, он смело писал, говорил, сплачев своих сторонников, дербовал новых. Строно даже перечислить все то, что Макисала сделала Авакум за свое короткое пребывание в Москве в 1664 году. И, надо сказать, что никто не стеснял его свободы. В церкви было хатание, а царь пока предпочитал не было близко к загораме. А царь в этой свободе говорит, хотя бы то, что многочисленные приверживцы старых обрядов пожелали своих родственников. Траница 146. Так, среди участников одного из соборов не стеснялся, не встречали знакомые нам имена, Авакума, Сильдона, Патемкина, Папа Лазаря, вернувшего Шестобольского, Геродио Афанасия, спасшего Иноком Авраамием. А это был уже настоящий раскол. И расплаждали-то они о том, следует ли перекрещивать с переходящих от Никоньян в старую веру. Вскоре церковные власти явственно осуществили, что Авакум своим учениям прихожан осуществил многих. Сверхли стали пустовать. По отношению к папам многие вели себя дерзко. Торас Благовестнического собора Андрей Самойлов, например, называл митрополита артефейскопов проклятыми и бронил их матерными. Долго так продолжать и не могло. В церковной власти, как козлы пырчут стали на Авакума, а потом лёг на отвертение самого царя Алексея Михайловича. У царя уже была договоренность с восточными патриархами о лишении Никона патриарха Васанна. Кому быть новым патриархом? Авакум не мог оставаться в стороне столь важного дела, и он составил все обиции, которая до нас не дошла. Как Мехар и Степан Ван Михайлович с признителями Благопечья рекомендовали через своя патриарху Иосифу, кто в какие владыки годятся, так и теперь Авакум пересислил людей, способных своим мнением занять патриархи престол. Что это были за люди? Можешь видеть хотя бы по предложенному прокатопам Никонору, будущему руководителю Соловецкого восстания. Увы, времена царского послушания ушли вместе с его молодостью. Но и получите у Евгеньки было нелегко. Своей первой силогидной Авакум просил царя наедине, «Святоносное лицо твоего жреки». Но мы знаем только о том, что Алексей Михайлович принимал его вместе с другими, и о разговорах глазу на глаз нет нигде и намека. А вот он всегда и теперь старался подчеркнуть непримуждение своих отношений со царем. Смышных называл его просто Михайловичем, а от этого сказаться за немокшим и послал к его битве цари своего верного Еродио Фёдора. Еродио не стало раздумываться к проезжавшему в коре цари на пролом, рассталкиваясь сразу. Царь протянул бы на руку, но в тесноте людской не достал письма. Трицы схватили Фёдора и посадили его в караильное помещение, что было под красным колесом царского дворца. А обнаруженный премьер тесно все-таки попало в цари. Фёдора стуфили, но вскоре он подошел к цари в торте и решал ее ростом шаловать, то есть крикушечкой, крикивая объявления, которое слышал от Аввакума. Аввакума прошло отошла Фёдора домой, но тот сказал Аввакум, бы что его зовут царь. Аввакум пришел и поклонился, а царь тоже не поклонился, наступило ему лёгкое молчание. Да так и разошлись. Эх, не все дрожь бы только, он на меня за письмо крути не устал. А юродио царь велел отошлать в чудо в монастырь, где его заковали в стоки. Фёдора была помнена 22 августа, и, видно в ней, вакуумно ворчал столько, что царь его не мог стерпеть. Против именно в этот день Артем Андреевского монастыря Павел был поставлен митрополитом царским и подонским. А так как его ревизионство была в Крутицком подворье, то по традиции он назывался Крутицким митрополитом. Павел был на таком польского и латинского языков ярым придерживаться в реформах. Жестокого и решительного его не раз назначали мескорбесчителем Патриартова Христова. Именно ему поручили готовить собор и осуждение Никона. Это могло означать только одно старье свой покончить с катаниями, и можно представить себе, какое впечатление на него произвело молениться о вакуума о смене иерархов. Уже через неделю, 29 августа, вакуумы с семьей послали на Дальний Север в заполярный город Шестоверск. Ехали всего 12 человек, а провожали их избежней своей дерзостью сторож Благовестовского собора Андрей Самойлов. По дороге раздорились малые дети вакуума, и с разрешения убийства воеводы Княги Сербакова Илья очень лучше прожила в Солмогорах. Неделю с 4 пробыл у них и Солмого. Вероятно, с ним вакуума встал в шарифе сна. Пробежалась судебная пора. И он боялся, как бы нездоровый ребенок не перелел его во время трудного пути, который предстояло проделать на Оленях. Дома Стаса Марковна опять была на сносах. А вакуума населения Алексея Михайловича о прошлых своих мужчин, о том, что у него в Даюре умерло до малолетних сынов и просил оставить его в Холмогорах. Это письмо 21 ноября отдал царю Москве неродимый Киприян, один из духовных сыновей Авахума. Хлопотал за него и Миронов. Зиакон Федор тоже подал целобительное в освобождение Авахума царскому духовнику Викьяну. А тот в глаза бросился в ярость невеликую. Зиакона Федора арестовали. А следом Сузборского Попа, Никитовского Святого и других. И след выстрелы на север. Тот и письмо свой прислал оси для каратных экспедиции в северно-восточные провинции государства. Полковник Лапухин схватил лесных штрафов. Восточный Касарбон Вавилуса Вегли. Лапухин прописал первые числения по Волжье. Северный бил стал полковник Артамён на плед. Авахум в семье добрался только до Нежини. Да там и остались. Это было в декабре 1664 года. Многинский воевод Алексей Христофорович в Цеханоиске не мог отправить в Редаке по Северский острог. Так как местные крестьяне усилили бунь и оставались вещественники сраженников. В январе 1665 года Ватан писал, «Окорме твоего, Государево, из казни не идет в церкви всякую нужду. Не вели нас, двенадцатый человек, поморить безгодные смерти, из голоду и без одежды. И умели государь нам из своей государевой казни давать форм по своему государеву рассмотрению. «Хотя ползун у земли человека, тем бы нам в безхлебных странах быть стыдным». А разрешение тратить каземных средств на простор вакуум вакууме, просил из Сахановички. И хоть писал прототоп жалостные сисьма, в правоте у него сомнений не было. По пути во всех городах он произносил проповеди, те строобразные звери обвечал. А вакуум пошел в Большое Слободество была основана в их Великиме 15-го века основана новгородским боярином окладником и славиваясь своими крестьянскими ярмарками. Правда, ко времени строительства вакуума торгода на неделе не стала свереть, поскольку царь с заботой о развитии Архангельска запретил национальным кораблям пускать и расторговать с немцами русским людям никому не давать, а Великим кораблем к Архангельскому городу корабельной пристани. Многим об этом оборотом промышлял рыбу и служить в церкви. По преданию сохранившемуся в тех краях голос у него был настолько мощный, что слова, произнесенные им во время обедни, долетали до другого конца слободы. Настался маршал нардилаймом в детстве одного сына Афанасия. Сидел самого Белого моря, а вакуум не порывал связи с Москвой не на месте. Посылаемые взрослами или оказывающими москвичами тянули Авахуму на его неосторожное поведение в Москве, повлекший за собой разгром, схватившийся был от противников церковной реформы. Он и сам признавал, что оказался негидским политиком, что гноя расшевелел и юридиков раздразнил, но молчать отказывался, если нам умолчать, что камни возорщат. В Ахладниковой Свободе Авахум стал свидетелем и действующим лицом драмы, которая теперь кажется совершенно дикой. Но без не верного люда XVII века она была характерна и потому подробно описана в житии. Авахум часто бывал гостей мирного югода Алексея Стехановичского, гостного нерзного пана и доброго католика в превратности войны привели в Москву и заставили принять православие. Но там в тайне проклинал с физматикой содержался римской католической веры. А зналый ядвиг, оставший на Руси издакии, проникл с православным духом. Грамотно умела, панья разумная была, проклинала зелую серно-римскую веру, вспоминала вакуум, не оставлявшись заботами свою новую духовную дочь. Навсегда запомнился о вакууме последние дни этой несчастной полячки. обрушилась на нее послеродовая горячка, метала в память сахановитская в бреду, и едва придя в себя, решилась поверить ко вакууму. «Всё из-за мужа, батюшка, наказуешь меня, Бог?» говорила она. Встала мне удержать римскую веру. Слава Христу, что избавила меня от нее. Русская вера, как солнце сияет против всех вер. Мои выгрешники разделяешь. «Худы засмелы, милые, мразь не зло. Умру ты, за что стоишь? И не умеет никак умереть. Причипи меня!» Сказали мне, «Менями, завтра умру. Помилуй, братенька, миленький мой!» Она села на постели и рыдая, и дрожа ухватилась из-за вакуума. Он увозил ее в постель, а разум ее смело пометился. И в быке, показывая рукой, куда-то внизу, кричала, «Отченька! Мои вот, сердце пришли, взять меня хотят!» Протопок усиленно ходил и брызгал кругом водой. В руках у больного оказался крючок из согнутой булавки. Она кричала, с этим кричком вымела свою душу, отдала ее сердцам. Бред ее вакуум принимал всерьез, но всякий сыр справился у чужанов, не они ли дали булавку безумной? Воевода Шахановитки сделал попытку спасти, не пелое, не душу, а пелое, вернее. Как только вакуум ушел, он дал ей напиток, приготовленный каким-то местным знахарем, пиво, сваренное столебжими кореньями. Но у нее снова начался припадок, а вакуум, которому сообщили об этом, прибежал и встал бронить пана. Они поругались, и протоколок забрал Настаси Марковну, сидел в своей постели больной и покинул дом воеводы. На другой день Техановитки писал за вакуум, из-за вакуум безумие свое в кровь изделать об поле стены. Из-за мудро меня мыть от бедства, из-за веры его, не мышь он мне, кричала она. Панца Хановитки с горяча ударила по щеке, и кофе состыгнулся своего поступка. А вакуум велел ему выпить из беды, а потом причастил больную. Из-за меня женщина затихла, вздохнула и скончалась. А вакуум похоронила ему в тверхе во слабой слободе, где были Техановитки и Петрово, а на берегу недельно. Здесь, в дни короткого северного лета, под не заходящим полярным солнцем, некогда любила сидеть Саня Сахановитская. Туманные дали, за широкой, неспокойной черной водой считались все иные жизни и теплые края. Папара города прожила вакуум на неделе. И если Господь он действовал, а власти нерешительно наблюдали за ним, то теперь в Москве времени не теряли. В тот год, когда вакуума снова отправили в ссылку, в ночь 17-18 декабря Московская заставила подъехать самый поезд. «Кто едет?» – закричали сторожа. «Власть писали на монастыря!» Поезд направился к Кремлю, а там и к Кустенскому собору. Служили за утренец. Вдруг загремели и растворились в двери. Воста толпа монахов за ними внесли крест, а за крестом ездился патриарх Никон и стал на патриархском месте. Раздался знакомый повелительный голос, которого давно было не слыхать в Уссенском соборе. «Перестаньте читать!» Монахи воскресенского монастыря, приехавшие с Никоном за перьями по-гречески исполоки деспота. Славя Владыку! Патриарх подозвал под благословение ростовского митрополита Иоанна. «Возвести великому государю о моем приходе!» Немедленно забегали огни во дворце, подробно описывая это событие историк Соловьев. Отправились посланцев за архиереями и комнатными боярами. Шум сметения точно пришла вещь по татару или поляке под Москвою. Архиереи бояре перенесали, что спешило вверх по лестнице. Старь в сильном волнении объявил им новость. Бояре начали кричать. Архиереи такое головам повторяли, «Ах, Господи!» «Ах, Господи!» Очень скоро к Никону увидели собственные бояре и сказали ему, «Ты оставил патриарший престол самовольно?» «Обещался вперед патриархов не быть!» «Ехал хоть в монастырь и об этом написано уже стиленским патриархом!» «А теперь ты ведь не в Москву приехал, из соборной церкви вошел без ведома великого государя и без совета всего от священного собора!» «Ступал в монастырь по-прежнему!» Не так просто было спорить с Никоном, требовавшим свидания с Государем или хотя бы передать цари письма. И когда в третий раз пришли к нему хрутистки митрополит Павлов с боярами и возвестили неизменно в царской воле, что Никон покорился. Приложившись к ображанию, ждал посох митрополита Петра, служивший традиционным отлично патриархова сана и посолу к дверям. «Остав посох!» – сказали ему. «Отмените силу!» – ответил Никон. И вышел из собора. И все не только в эту тревожную ночь и в предрассветном небе горела хвостатая комета. Садясь с вами, Вика напрягнул ноги и сказал евангельскими словами. «А если кто не принят вас и не стал слышать слов ваших, то, выходя из дома или из города тая, трясите прах от ног ваших». Стрелевский полковник, приставник к нему провожат и не замедленно взорвать. «А мы этот страх обнетем!» «Да разметет Господь Бог вас, той божественной метлой», – ответил Никон, показав на комету. И все не доехали никому до воскресеньшего монастыря, а заставили его таки отдать посох. На просьбу заединить в Москве царя ответили. «Великий государь указал тебе сказать, из-за Москвы многое молвы ехать себе теперь в Москву непристойно, потому что в народе теперь молва многого разницы из-за народной молвы священные, и зволь теперь ехать назад, пока будет об этом собор в Москве и к собору придут вселенские патриархские власти. В то время тебе дадут знать, чтобы ты приезжал на собор, а на собор и великий государь станет говорить обо всем!» Аркутсакалик Никона Верхами и вели переговоры с ним митрополит Павел Крутишки, Судовский Артемандрит Иоаким, Акольничий Родион Встречный и Дьяк Алмаз Иванов. Все люди новые, сильные и жестокие, цари преданные. Второй Иоаким, бывший воин и будущий патриарх, ответил касту царю, «Я, государь, не знаю ни старой веры, ни новой, а готов делать все, что велят начальники и слухать их во всем». На военный лад строит новый церковь царь Алексей Михайлович, подбирая архиереев, что военачальников. Такого Павел Крутишки. Никон ему сказал тогда, «Тебя я знал в попах, а в митрополитах не знаю. Кто тебя в митрополиту поставил, не ведаю». Знал Никон, что поставил Павла. Был царя «Помощный» Грех, Павел Криши, Легорид, выдававший себя за митрополита Газы. Ох, и издеватель же путь привел Легоридов в богатую Москву. Он учился в южистской коллегии. Передя православия, ложкой машине дадился кафедр в Газе, но продолжал вымогать жалования у католической конгрегации пропаганды. Патриарх, Павел Криши, прокал Легорида и лишил кафедры. Тогда Легорид оказался в Москве с подложными документами. Выпрашивал царя большие деньги якобы на нужды своей партии. Стекулировал соболями и драгоценными камнями. Устраивал за деньги развод и занимался маклёртством, писал доносы. Не было собственности, на которую не был бы способен этот достойный выученик юженитов. Царь знал все его дела и прощал. Нужен, очень нужен был ему Павел Легорид и для постановления архиереев и для подготовки собора, и для борьбы с придержанностями царины, и для борьбы с Никоном. А ведь не что иное, как Никон, пригрел сперва Легорида, о котором потом писал в грамоте царянским патриархам, перехваченные царские люди. Главный враг моего царя – это Павел Легорид. Царь его слушает и как Пророка Божия посчитает. В России они знали, что Банкерихи имеют право в поставлении новых епископов, а когда узнали, то сам царь просил за него перед Александрийским патриархом Паитием. Расы были другие восточные священнослужители, гостевшие в Москве. Диакон Мулети, пробавляв их расспасительством. Диакон Агафангел, биноторговец пиловары содержать обезборных притонов, проигравший радостью деньги и одежды, ограбивший соседы священника. Архимандрит Дионисий, которого Агафан не без оснований обвинял в Содомском грехе, тени он даже в церкви. Хитрые, наглые, жадные до денег люди, отвергнутые себя на родине. Все они стали ценными агентами царя Алексея Михайловича в переговорах со вселенскими патриархами в подготовке Большого Собора. Покупка Никона самовольно вернута на престол, тарафийская пропаганда вакуума его единомышленников заставляли тарафить царя, хотевшего опереться на решение собора и нацаритет вселенских патриархов. Патриархи Дионисы Константинопольские и Миктарии Иерусалимские уклонились от поездки в Москву. Казахинец Макарин Теофийский поиск Александрийский. Они были беднее, потому покладящие. Ехали они через Европу, без славы нас, азиатским путем через Астрахань. Денег на дорогу им не жалели. Одних лошадей под патриархами, их свитой было 500. Милетий грех, провожавший влады по указу царя, был учтил до приторности. Говорил о бывшем патриархе Виконе, но подробности таю. А в Москве тем временем идет лихорадочная работа. Царь тщательно готовится, сам составляет программу собора, сам отбирает его участников. Лекарь не просит царя с Березорией, никто измеряно белого духовенства, ни один защитник старой традиции на собор не попадет. Но их велено привезти из мест церкви. Это было в феврале 1666 года. Одновременно царь вызывает по одиночке всех участников собора и предлагает им ответить численно на три вопроса. Первое. Имеет ли право в восточной патриархе решать дела русской православной церкви? Второе. Достоверные патриарные греческие книги. Третье. Правильное решение собора 1654 года, когда Ника начал пересмотр книг. Видя грозные решительные царя отрицательных ответов, не дал никто. Справка книг, крохстерские и другие обряды признавались правильными. Алексей Михайлович и теперь не узнать. В ожидании солнцевых действует и со своими расторопшими помощниками, заранее определивший ход событий. Никон только успевает оправдываться, исписывая горы бумаги. Исход его делает ясен. Обвинение разработано подробно и убедительно. Старя больше волнует другая сторона, противники Никона. Хоть и не спорить труднее, надо уговорить, пригрозить, лишь в крайнем случае вывести их на собор. и врага. Но царю оно странным не казалось. Дело было его старшее, и оно должно жить независимо от того, кто сидел или будет сидеть на патриархском престоле. Противники нововведений уже понимали это. Многие из метеорфиков покаялись до собора и были разосваны в разном монастыре. Уфорствовали четверо. Первый из них, благоветенский дятан Федор, сидел на дворе у митрополита Крутишского, Павла Краснощёкова. Федор приготовил для собора хищенную память, в которой светил тексты разных созданий никоновских книг. В них еще многое не сходилось. Как сложно верить таким книгам? Метрополит Павел уговаривал его. Пусть Федор поймет царя. Алексей Михайлович не хочет раздора ни в церкви, ни в стране. Вот Иван Павел не отрицал от старого благочестя, но воля царя для него закон, и он исполнить ее во что бы то ни стало. Политические соображения митрополита не тронули Федора. И он осудил Павла решительно и дерзко. Надо углаждать шрифту, а не кленному царю. Хочешь быть на виду, от того и стараешься. На том и концу с ласковыми вещами. Посадили Федора на цепь. Писал повар старых служебников, что они ни в мордовских, ни в церемийских, ни в латинских переложенных, а на печатанных старину с греческих и древних письменных, переведенных в добрые времена до взятия царьграда и за много лет до истребления римлянами греческих книг. Он предлагал царите лечить повесть о Белом Клобуке и вспомнить о славе Третьего Рима. Ему историл Никита добрымин пустосвят, который тоже привез подробный разговоры зданий Никона. Его книги занялись отдельно Семен Полотский, Паисий, Беорис. Никита повторял слова Иннока Филосея о Третьем Риме, о Великой России, а о греческих патриархах назывался нехорошо. На Никона он опрыгал силы из левитания, как на принявшего зловерие жидовское отведомого вора Арсений Черниса. Подавал силы обидный исток лазарь, готовивший свиток под названием Ростик вкратце нововведенным церковным раздором. Четвертого Авакову привезли в Москву 1 марта 1636 года. С ним приехали сыновья Ивана Прокофьев. Настация Марковна с немцами детьми осталась на медине. Авакум тоже попал вкрутиться красностёкому здоровячему митрополиту Павлу. Павле, как его называл Прокофьев, не стеснял свободу о вакуумах. Беспрепятственно разговаривал он по Москве. Две ноги провел внесительных разговоров с Феодосией Морозовой. Они плялись друг другу пострадать за истину. Смерть принят, а друг другу не выгодим. Идии проходили в ссорах с Павлом Крутишским. Этот матерсинец скоро нарасправил человек следов указаний царя, во что бы то ни стало уговорить прототопа. Черкилев толковывал ему стрянцев, ему следует примириться с царской волей, и говорил о высшей государственной необходимости. Но было бы его не трогали Аввакума, и совсем по иному понимал он высшую государственную необходимость. Эрудицию Павла он противопоставлял своей начитанности. Уговаривал его и рижанский археопископ Иларион, что некогда был поколен в Истове, и другом Аввуакума. Теперь он ходил в ближнем Совете с царя. Обходительный, промырливый и благообразный Иларион давно уже понял, что нужно Алексею Михайловичу, и являл собой новый фирш князя церкви. Он учился архемандрита Дионисии греческому языку и греческим и строгим нравом. Светские замазки Илариона дали потом аввакумабильные фиршки для мастерской сатиры. Грек, мой Иларион, епископ-ризанский, видит ли, как носит Седак Жень. На воронах в каретах не тесался езже, да и все до царской породы. А тот, кто вспоминит, как вякровались, токенок, в каретах с сузырной воде, сидя на ходыске, расписав волосы, что дешко, доедет высшую на рожу по площади, чтобы цернице варить и не акцелебили. Видно, достало Севариона и Довитого Аввакума в эту встречу, потому что возненавидел он протокопа лютой ненависти. Аввакуму первому надоели томительные привлекания. Он демонстративно явился в Успенский собор и стал предметрополитом Павликом. Нигде нет принятного сообщения, о чем говорил протокоп, обрекавший всегда на муку. Прошло всего 5 дней вольной жизни, а потом снова отъезд. 9 марта нужен вид наступив спаснутие монастыре города Боровска в 90 верстах от Москвы. Причину ведся в Трофово среди сосновых боров, там, где поселился в 15 веке внук ханского Баскака и наспахнутие. Потомок татар стал хранителем завета Сергия Радоничства, положивши все свои силы на объединение России и избавление ее от татарского Игоря. Одним из веков его должен именить писатель и политик Иосиф Воловский. Монастырь быстро окреп. И в наше время поражает величие и тяглавый собор Рождества Богородицы, фены и башни монастыря, построенные по некоторым предположениям Генианом Федором Савельским Конем. Богат был монастырь. Один боярин обвенбрег лесен. Внес сюда все свое громадное состояние. Левский химик, так его назвали в монастыре, скрывался от глаз лески и замаливал тяжкий грех. В 1610 году двое воевод из земельников открыли ворота Тушенскому вору. Воевода Волконский бился до последней минуты и был зарублен на стене собора. В этом бою погибло 12 тысяч человек. И вновь история коснулась крылом пасмучьего монастыря. Вольным парфюме получил от митрополита Павла распоряжение сломить волю Аввакума. То его держали на свете из темной палатки, то вольно. И уговаривали. Приезжали уговаривать из Москвы. Долго ли тебе мучить нас? Соединить с нами, Аввакумашка. Видно, мир с ним очень был нужен царю. Политика смеха и пряника не помогала. Аввакум отправил в Москву, связавшим нарочно в барок, с ярославским дьяконом козьмой, тесьмой, с бранией, с Большою. Этот козьмой вел вошли странную игру, похожую на провокацию. Не знаю, какого духа человек, сказал им Аввакум. При всех он уговаривал протокоп, а наедине ободрял. Не отступает старого благочища. Не гляди на нас, что погибаем мы. А сам, что же ты? Наверное, спросил Аввакум. Не нельзя, Никон отсутал меня. В Москве события развивались своим середом. Готовясь к приезду вселенских патриархов, русские фискоты 29 апреля Сашистный собор открыли его речами царь и митрополитский Рим. Тривожные известия о роще раскола, о народных волнениях грозивших, переросив религиозную войну, требовали, чтобы собор прежде всего занялся идеологами и вождями недовольных. Царь Институт слышал опасность Аввакума и упорство, и поступался государственный деятель, хотя так до конца и не мог подавить себе тщательно скрываемого чувствования в системе перед личностью Аввакума. Митрополит Салти оказал срочно заставить прототопа на собор. 12 мая ему дали старую лошадь, и в сопровождении пристава он поспешил к Москве. Суд 9 савер был проделан в один день. Пристав требовал хода и хода и сам нахлёстся лошадь Аввакума по кругу. Павел в голову на землю. Ели же он доточился до Москвы глубокой ночью, а утром уже его сдали в крестовой палате иерархии Русской церкви. И снова Павел крутит селарион Рязанский, пытается уговорить и переспорить о вакууме. Но где там? Он столько напил, сколько надо. Павел не вывернул, облаял Аввакума и послал его в церкви. А митрополит Петерин, как красная девка, михнет, только вдыхает. Не дадившись покаяния, собор постановил, лишить его сана и отместить от церкви. Из крестовой палаты Аввакума провели Русской Церкви. Там уже ждал конца литургии дятон Федор, тоже осужденный собором. Лагеря соборные привезли, через несколько дней его осудили за осенью. Никиту Добрынина Пустосвята расшлили двумя днями раньше. Аввакуму отрезали бороду, оборвались по собаке один хохол, отставили что у поляка на лбу, потом предали анафели. Проклинаемые тут же прокляли отключавших. Зело было нечезно в обедницу. 13 мая 1676 года из собора расшлижных отели на патриархский двор. В Москве началось брожение. Духовная казнь Аввакуму возмутила многих. Даже у царя-старицы случилось нестроение. Мария Еленична, которой Морозова и другие боярини все уши прожужали право Аввакума, стали дуться на царя. Видно, возмущение в Москве было сильное, отступленные крови что не посмели вывезти из Кремля среднего дня. Полностью Аввакума вывели к спальному крышу без стрелецки голова. Дежурный начальник старской стражи удостоверил, что перед ним велел вывезь протокопа по тайными воротами к Москве-реке. Там его ждал никто иной, как сам Дементий Башмаков, дьяк страшного приказа тайных дел, человек знавший подноготный всех видных людей в русском государстве. Башмаков подошел к Аввакуму и сказал, протокоп, велел тебе, государь, сказать, не бойся ты никого, надейся на меня. Протокоп, как будто и не лишали сана. Что это было? Проявление духовной сложности Алексея Михайловича и Литонцева психологическая игра. Аввакум предположил второе. Чего он взял его жалование, сказал он, не без иронии. Какая вам надежа мне? Надежа моя? Христос? Аввакума повели через мост за реки. Там его посадили на телегу, которой тотчас плотно окружили конные стрельцы под началом полуголовы Солова. Телега видимо подвигала в сторону Коломенского, но не по дороге, а стороной по берегу Москвы реки, с болотами, чтобы не попасться к тому нижней глаза. Впереди в окне видят такой же телегу из стрельцов. Это везди Федора. Скоро стало понятно, куда везут. Старинный Никола Угресский монастырь построен по преданию Дмитриям Донским в память победы над татарами. На Угрессе привезли в восьмом тесу писал Фраин Федор. И как привезли к монастырю нас, взяли отца Вахума два стрельца под руки, обили головы и мыли пончей, повели в монастырь боковыми вороками в ту отрости. В религию я пришел внизу и подумал в кастомии. Проповь любые хотят нас сажать на смерть. Начал мысли прощаться с женой и со всеми вами верными. И увели Аватума, не знал я, куда его дели. Пришел полуголова и велел стрельца взять меня также, а голову мою рогожую покрыть. Посадили меня в башню пустую, а больницы замазали и дверь зацерли. Себя привезли Никиту Добрынина в пустосвято. В конце концов мы все узнали, где заключенные. Аватума напишал много песню, обугленной личинкой, и даже сумел переправить ее своим на недель, хотя к нему не пустили ни сыновей, ни князя Ивана Воротынского, целившего двадцати стрельцам, охранникам, денег громаду. У Николы на Угорише сижу в темной палате, весь обран из пояс снят. Иногда здесь дают хлеб, а иногда и пись. Дети бедных, монастыри приезжают, да повестить меня не могут. Дети Протопопов Иваны Прокофьи, а с ними и его племянник, Макар Савнин, были схвачены в монастыре. Все кроме говорили, что они племянники Аватума. Их запрашивали несколько дней, пока Иваны и Прокофьи не сознали, что они сыновья Аватума, что подходили, как на темнице, по церкови в палатке, что спрашивали отца о здоровье. Иваны, писали, будто бы ответил, живите, не тужите. Вряд ли вам признали сыновья Ультинка отсутствия, в конце концов, на поруки. Голодный режим сырого страза делали свое дело. Федора и Никита не выдержали. Написали притворно-покаянные сисьма, будто бы признали реформу. Их отправили в монастыре, где не было ширин со строгим режимом. И они оттуда бежали, и снова были изловлены. В Угрозах Авакум остался один. Но и не думал сдаваться. Однажды в монастырь заехал сам царь, ему уже и дорогу синицы приготовили, песочком посыпали. Царь подошел к двери, поохал, повздыхал, постанал, но к кузнику все-таки не вошел. Подозвав полу головы стрелецкого, пора спросил обо Вахну и поехал домой. Кажется, писал Авакум, жаль ему меня. Знал прототопы авторийской, которая стояла за него, миленькая, напоследок и от казни отпросила, когда царя озлобили лукавые власти. 3 сентября вакуума снова отправили пахнуть их в монастырь со строгим наказом березки его накрепко, с великим опасением, чтобы он с тюрьмы не ушел и дурна никакого на собой не учнил, и тюрьмы и бумаги ему не давать, и микроокни ему не пускать не велеть, а корму давать, как и прочим колодникам. вакуум вакуум сидел на цепи в сельнице, где одно время были заложены и окна, и двери, в помещении стоял дым, и это отправляли к естественной надобности. 8 месяцев пребывания в городке, вакуум довольно подробно опишет в жители. И пока он носится, пока его уговаривают, пока воюет он с монастырскими властями и перетягивает у многих на свою сторону, пока переписывается с Морозовой, в Москву прибыли два патриарха и начался Большой собор. У гостей москвы были громкие титулы Кир Паисий, Папа и Патриарх Великого Божия Града Александрии и все Вселенные Сибия. Кир Макарий, Патриарх Божия Града Великой Антиохии из всего Востока, так их называли в Москве. Народные патриархами их уже не спитали. Турецкий султан лишил их престолов за оставление послы без разрешения властей. На Востоке сокрушили грекофилу Никону, но жадность превозмогла идейное соображение. Они привезли с собой много вина и табака, которым на Руси запрещали торговать под страхом смертной казни. Им же разрешили торговать и тем, и другим. Утешение от потери престола во убеждении совести патриархи нашли в богатых шарских подарках, смехах и золоте. Впрочем, дипломат царя Михайловича похлопотали и о возвращении им престолов. На 2 ноября 1666 года Москва встречала патриархов звоном колоколов и высшими ретями. Право их на участие в Русском Соборе было сомнительным, но царь уже уладил это, получив постичь русских иерархов. Теперь он 3 часа просидел с гостями наедине и зарусился их поддержкой. Высоко подняв голову, вошел Никон в столовую избу, где заседал собор. Все встали, когда он начал читать молитву. Никон поклонился царя до земли трижды, а патриархам дважды, и не увидев особого места для себя, отказался сеть. И тут царь прошел в сторону и сказал. От начала московского государства соборной апостольской церкви такого бескреси не бывало, как учинил бывший патриарх Никон. По своей прихоти, самовольно, без нашего повеления и без соборного совета, церков оставил. Патриархство отрекся никем не гоним, и от этого ухода многие смутленники же учинились, церков был все их без пастора в 1929 год. И хотя собор судил Никона еще много дней, участь его была давно решена. В одной из речей на соборе речей Михайлович припомнил, как Никон составил письмо с обращением к мощам Филиппа, как уговорил он царя просить прощения за согрешение праведа. Для чего он Никон такой бесчетчивый укоризм, блаженная памятью великому царю и великому князю Иоанну Васильевичу Сеоруси написал? Вот чтобы не было мечтаний и за душевный десерт в молодые годы. Один Никон виноват. Теперь даже намека на осуждение царской власти не потерпел бы Алексей Михайлович. Никон промолчал. 12 декабря Ларион Рязанский прошел длинные выписки из соборных деяний. Никон обвинялся в самовольном уходе с престола, в оскорблении царя в муки в жестоком обращении с людьми. Любопытно, что припомнили ему и ему поучение противника реформы епископоколомельского Павла, которого Никон требовал на лепое биение. Архиерей этот сошел с ума и погиб безвестно, зверями заедет или в воде утонул. Патриархом теорийский Макарик снял с Никона клобук и по ноге и стал поучать, как смиренно ему жить надо в простых монахах. Знал я и без вашего поучения, как мне жить, сказал патриархом Никон. А что вы клобуку по ноге не осняли, то женщины разделите между собой. Достанется вам, женщину, золотников по шести, до золотых по десяти. Вы султанские невольники, бродяги, ходите себе за милостями, что и было, чем захватить дань султану. Когда Никона отправляли вместо заточения Ферапонта в Белогерский монастырь, царь писал ему денег и шубу на дорогу. Тот не взял дорогу и не дал свое благословение царю и его семейству. А народ московский уже жалел и Никона, в толпе набежали встретинки, но его повезли другой дорогой. И будет потом ходить свыше, будто стенка разница с Никоном в монастыре, и благословение от него повезли, а потом видел якого патриарха в обозе мятежного казака. Новым патриархом избрали во всем послушного царей и Асафа. Но и то, чтобы власти церковной встречи не заносились, поисли, говорит, выработал правила, в котором нарушением закона считалось любое противление царской власти. Патриарх уже послушливо царю. Так и Асафий постепенно сделал то, что не удавалось и грозному царю. Новый патриарх поступил к рассмотрению дел законного раскола. и 13 мая 1667 года собор проклял домиконовские обряды. В этом время Вакууме уже привезли в Москву. На подворье Пахмутева монастыря сочетали наведываться московские друзья Вакуума. Бояриня Морозова почти не выходила из его кельи. Иногда с ней приходила Евдокия Урусова. Женщины кормили отосяв своего узника роскошными обедами, а он услышал за душевной беседой. Время от времени Аввакуума волосли всюду в монастырь, где бравые эти мандриты иоки на другие власти с ним грызлись по собаке. Потеряв надежду переубедителя вакуума, 17 июня его доставили в крестовую палату, где заседал собор два восточных патриарха и больше сорока русских епископов. Пожалуй, это был самый знаменательный день жизни Аввакуума. Как никогда он был собран и уверен, а ведь уже не выдержали и покаялись перед грозным собором этим при его учителе Григорий Миронов и Соловецкий Архимандритский Конор и Никита Добрый Пустосвят. Аввакуум с презрением посматривал на русских иерархов, любившись как лица перед восточными патриархами. Спора в обрядах был долгий, и, наконец, один из патриархов привел долг, сказавшийся ему неотразимым. «Почему ты упрямишься? Вся наша палестинка и серба и румыния и албанцы и римны, и миляхи, все тремя чертами крестятся, а один ты стоишь в своем упрямстве. Как не подобалось!» «Вселенские учители», ответила Аввакуум, «Рим давно упал и не станет!» «Не у вас, православный пёс, растало от насилия турецкого Магомета!» «Да и неудивительно, и неудивительно, вы стали!» «Впредь, приезжайте к нам учиться! У нас Божие благодатьки самодержавие!» Аввакуум слышал, как переводит патриархом его слова калмати, архимандрит, Дионитий, и думал свое. «Вот, сидят всей вселенной семья и патриарх его востока, а слух Дионитий помыкает ими!» Написал им, что старые русские обряды от невежества возникли, а они за ним и повторяют. «А попробуй, не повтори!» Он им сразу предложил, «Царь, даром не дашь, и сожлёт от Максима грека!» «Слушаются патриархи, как миленькие!» «Слушалки» они привыкли уезжать и перестурками. А русь, слава Богу, самостоятельна, самодержавна, и православие до них оно было чисто и непоросно. Москва, Третий Рим, на десятки тысяч верст расширилась держава, сам в ее концах бывал, три года надо ехать. Со главой соборской царей Ивани повелел, как складать версты, а на нем были и казанские чудотворцы, и соловецкие и уменьшились русские, святые. Так и сказала Аввакум. Патриархи задумали. И точно спросили Павел и Иллариум только что за усердие взяли Икона отсыпанные наградами. Глупы были и не смыслили наши русские святые. Ни чем они люди были, грамоти не умели, зачем им верить? Как? Русских бураками зовут? Этого Аввакум терпеть не мог. Слово из Евангела и беззаконных он завершил потоком брани. Собаки! Никольяне! Воры! Другие немцы русские! Это еще не самое сильное ругательство, которое он тогда употребил. «Да не все вас услышат, только извините, что говорите, как продавать, да как покупать, как баб близить, а как придет в лотаре за федеран хватать». Много чего творилось под водами крестовой палаты, но такого еще не бывало. Теперные фископы кричали «Возьми, возьми его! Всех нахер не встречал!» Все сорок тысяч человек бросились на Аввакум и стали его толкать. Бить! Я с патриаршего двора Калитин потащил его к выходу. «Постой! Не бейте!» кричал Аввакум. Разверенные фископы подпустили его. «Денис!» сказал он Калмачеву. «Говори патриархам!» «По апостолу Павла и архюреям подобает быть преподобными, неизлобными и прочее!» «А как же вы убить человека в церкви служить в танки?» Это отрезвило собор и все расстелись по местам. Аввакум отошел к дурям и видел сильно помятые а сами церкви повалился на бок. «Вы посидите!» «А я полежу!» – ответил что-то. «Патриархов не почитает!» «Мы уроды дураки! Вы славы! А мы бесчести!» «Вы сильны!» ответил ему Аввакум, перефразируя слова апостола Павла. Порт продолжался, пока Аввакум не услышал. «Нечего нам больше говорить с тобою!» «Да и повели его стражать на стыд!» Под усиленной охраной Аввакума отвезли на Воробьевы горы. Там он встретился с еще двумя нераскаившимися узниками. Первый был Соловецкий старик Этифани, ушедший из монастыря из Дониконовских реформ. Он долго жил отцельником на реке Суни. Написал обличительную книгу и пришел в Москву спасать старятника Эмьян. «А одним мисс Аввакумом, который станет его духовным сыном, не расстанется до самой смерти, как и с другим узником, уже знакомым по Тобольску, Поплом Лазарем. Из Тобольска его отправили в Пустозерск, откуда и затребовали в Москву на Сокольный Собор. Все трое потом городскому суду преданы быта. Лазарь собирался крепко поссорить на Соборе, облетел междоимство и разбойники ухватки пасторей церковных, но ему много говорить не дали. Тогда он сделал предложение, совсем в духе Стефана Фермского. «Молю вас, сказал он патриархам у церкви собора, повелите мне идти на судьбу Божию в огонь, если я сгорю, то правы новые книги, если я не сгорю, то правы старые наши отеческие книги». Патриархи только заявили, что не имеют на это права. Русские иерархи тоже растерялись и положились на воле царя. Алексей Михайлович так и не рискнул прибегнуть к Божьему суду. А вот он вспоминал, «Поставили нас по розным дворам, неотступно двадцать человек стрельцов, до полуголова, до сотник над нами стояли, берегли, жаловали и по ночам с одним сидели и на двор провожали». И добавлялся всегда с ней своей доброжелательностью как тем, кто не был, по его мнению, сознательным носителем зла. Прямые добрые стрельцы все люди, мучаются в туды же, с нами возятся, нужница, какова приучиться, и они всяко миленькие родеют. А срочно, как не порадить, если ученики такие знатные, что вся Москва о них говорит, если их из страха перед гневом народным свое дело перевозят с места на место, то в Андреевский монастырь, то в Савинову слободку, то в Игорьский обитель, если что недели, их навещают и уговаривают самые именитые и близкие государи-люди. Царь то пришлет ко всему склоненного старика Миронова склонять о вакуумах покаяния, то грозного дьяка Демитрия Башмакова пыняць. Опять и вестивалил его митрополиты Павел Сларионом, Артемандит и Айкин и многие, многие другие, вроде бы все отлучили, прокляли, а продолжают его называть протокопом и ищут его благословения. По царам митрополитей Михаилович еще питал надежды на примирение с утрямцем, присылая людей в прозву благословить его царице и детьми. А вакуум в ответах на предложенные ему вопросы писал, что царь православен, но книги простою своей душою принял от Никона. Он тоже не терял надежды убедить царя, вспоминал о всему, как в доброе старое время, когда он еще в Казанском соборе книги читал. Пришел туда на праздник Алексея Михайлович с красными яйца раздавать. Сына вакуумов Иван совсем еще маленький был, вышел он куда-то из церкви на улицу. Царь Ванюшку хорошо знал и послал брата вакуумов искать ребенка. Долго стоял, ждал, пока наш брат не привел мальчика. Царь ему руку дал целовать, а он видит, что не тот и не силует. Не смешлен. Он, когда царь погладил по головке, и два виса дал. Не царь, а ведь добр бывал. Царь он взахнул и во середнем послании царю приписал благословение ему, царище, и детям. Когда узника взяли в Москву на Никольское подворье, комнатные люди царя то и дело ходили. Сам Артамон Матвеев любимый царь все два раза в день бывал. Однажды он привел с собой семью на Половского. Воспитатель царевича большую силу взял. Кленом собора он не был, но вмешался в допросы и давал указания мископам. Уже печатный дворок визу его выпустил, жежу правления. Они называли ее «кистом серебром», другие видели в ней одно латиницу, а была она направлена просто с отнимением Лазаря и Никиты. По Авакуму у Симеона получился такой крик, что узник и потом кусок с горло не полез от возбуждения. Напоследок Симеон сказал «Какая острота телесного ума! Да лихо опрямство!» и добавил обратясь к Матвееву. Отвертого что науки не учился. Авакум только сплюнул и опять свое. Симеон Матвеев начал грозить ему смертью. «Смерть не упокоен есть!» сказал Авакум. «Не грозим не смертью, не боится телесной смерти!» Симеон Матвеев пристал Матвеева соклезными просьбами, а Авакум смелялся. «Не исчисла во время высокой науки!» Уходя, Матвеев не выдержал сквозь зубы. «Нам с тобой не сообщено!» И в самом деле ничего общего не было у Авакума ни с Симеоном, ни с одним из первых русских западников, Матвеевым, вершим светское просветение. «Была золой Матвеева анисарская!» «Он раздавил бог Авакума и не оглянулся!» Только 26 августа царь подсчитал указ о ссылке с пустозер о вакууме Эпифане, Лазаре и Никифоре. Последний был протокопом, его заоскусали и за непокорение крестом знамени и приказали взять в Симбирске восточные патриархи, когда еще ехали в Москву. По советски он вскоре умер. На другое время вакуума и Никифора отвезли в братовщину с сего, что на полпути строится Серьеву Лавру. А Эпифания с Лазарем повезли на Болотную площадь. Тут напротив Кремля за морской рекой палачи усадили их на скамьи и вырезали языки. А вакуум от этой казни спасло заступничество царицы. Все это совершалось скрытно из страшной спешки. Эпифаний писал «Ухватили нас, как звери лютые, суровые, и помчали нас так же скоро, скоро! Мы же от болезни и ран горьких изнемогли, не можем бежать с ними, и они ухватили извозчика, и посадили нас на телегу, и все-таки помчали нас скоро!» Едва душу не вытрясли из истекавших кровью людей, пока тоже не привезли в братовщину. Оттуда начался их скорный путь вместо тундряное, студенное и безвлесное в заполярный пустозерск. Вес их сотник Фёдор Акишев зверетил стрельцами и был у него строгий наказ не пускать никого кузникам, не давать им обращаться к народу. Но на печоре в Усть-Цильне о вакуум поприбании из-за стрелецкого щастакола руку вверх взлетнул с крестом верным и крикнул «Этого держитесь, не отступайтесь!» От Усть-Цильне до пустозерска оставалось всего 250 верст. По льду реки за шесть дней слившись в сплошную полярную ночь, одолел самый поезд этот путь. И 12 декабря пустозерский воеводы Иван Савинович Милов уже встречал и размещал по избам московских холодников и стрельцов. В сопроводительной царской грамоте воеводе велено тем цельным сделать тюрьму крепкую и огородить тыном острым, в длину и поперёк по десяти сажен, а в тыну поставил четыре избы колодникам сидеть, и меж тех изб перегородить тыном же, да сотнику из трюйцам для караулу избу. Да где же лесов взять в тундре? Решил воевода очистить несколько изм, пусть по розни колодники живут, пока мужики лес по печёре из языка. Помаленьку казнённые научились урезанными языками говорить, и о вакуум, а потом и все за ним стали толковать об этом, как о чуде, языки, где выросли. Тогда на угреше Фёдор покаялся. Это была уловка. Его отправили в Покровский монастырь, но он из-под надзора ушёл к себе домой, взял жену и детей и скрылся. Всё же он был сыскан и осуждён на урезание языка и ссылку в Пустоверск. Пустоверск не существует. За несколько часов хода от Нарьянмара по протокам Печёры можно добраться на моторке до того места, где он был. Из земли порчат венцы и целые срубы. Печёрская волна бьёт с берега, размывая его всё дальше и унося следы былой жизни. По обе видны чёрные покосившиеся кресты и обелиск воздвигнутся стараниями известного исследователя жизни Аввакума и собирателя деревнерусских рукописей Владимира Ивановича Малышева. Судя по плану Пустоверска в книге Николая Виттина «Северная и Восточная татария», изданной в Амстердане в 1705 году. Это был довольно большой город. Вокруг стенок строго стояли постоялый двор, таможня, свежая изба, дом воеводы, подворье Кирижского Красногорского монастыря, несколько церквей, дома и лавки торговых людей, мастеровых, стрельцов. Во времена Аввакума в Пустоверске жило не менее 600 русских людей, да вокруг во множественно приставили свои чумы немцы. Остров зарубили в 1499 году мастерские воеводы, князья Ушатый и Курбский, да еще Заболоцкий Бразник. Сюда стекались потоки пушнины, отсюда выходили промышленники осваивать новую землю в Сибирь. Выступали отряды, покорявшие Сибирь. Основанный на полку от него раньше Мангазеи, Пустоверск стал стереть одновременно с ней. Он был обречен на прозябание царским запретом плавать по северным морям, когда англичане стали потягать на русский север. Сначала Аввакум, Лазарь, Епифаний и Федор жили в Пустоверске почти свободно. Сходились, обсуждали книгу «Ответ православность», которую писал Федор. В Пустоверск приехала и купила Юльгу жена Лазаря, домница. Настасья Марковна вич не оставалась на Мезине. Старшие сыновья мыкались в Москве. Правда, голодновато было, соли не давали. Один девушка пооборвалась, ходили сранные ноги. В сопроводительной грамоте воеводе указывалось, чтобы он давал сотнику московских стрельцов из таможенных и кабацких сборов деньги на покупку корма из расчета по два четверика ржаной муки на хлеб и пол четверика на квас в месяц на каждого человека. Это примерно 40 кг муки. Других продуктов не выдавали, но муку можно было обменять на что угодно. Да только не получали холодники этой муки. Своей первой челобитной царю из Пустозерска Авакум писал, а корма твоего, государь, дают нам взвес, муки по одному плоду на месяц. Хорошо бы, государю, побольше для нищих братьев из-за ваше спасение. Полтора плода прилетала к рукам воеводы сотник и стражников. Тоже челобитная Авакум напоминает царю, как тот велел Дементь и Башмаков сказать тогда у потайных ворот, чтоб наделался протокоп на государя. Вот и просит он за себя, да, за сыновей своих Ивана и Прокопия. Просит отпустить их на медведь. Но уже менялось его отношение к царю. Приходили из Москвы вещи нерадостные. Собол признал законными реформу Никона. Греки твердили, что русские завели верить с тех пор, как независимы стали от Константинополя. Особенно усердствовал Дионисий. В Великую Субботу русское духовенство пошло с постеницей посовом, по ходу солнца. А Дионисий увлек восточных патриархов в обратном направлении навстречу русским. Замешательство, спор, крик во время богослужения. Царь вмешался в конфликт и предложил уйти вслед за гостями. Так похорили еще один русский обычай, заимствованник, кстати, у Лизантии. Греческие иерархи настояли на том, чтобы запрещена была словить о Белом Клобуке, где писалось о предательстве греческой церкви на Флорентийском соборе, о великом предназначении Руси, Третьего Рима. Запретили даже писать на иконах русских митрополитов Петра и Алексея в Белых Клобуках. В тот два года Соловецкий монастырь отверг новые обряды. Бывший архимандрит его Никанор, покаявшийся на соборе, повел себя в Соловках иначе. Разбунтовалась братья, но архимандрита выкинула вон и стала обсуждать, следуйте теперь молиться за царя. Царских стрельцов Свердыня встретила выстрелами, и началась многолетняя осада. Стена в Соловках толстая, из громадного дикого камня сложенная, девяносто пушек на стенах, погребал 900 пудов Хлеба на десять лет, а одного меда двести пудов. Фёбор в Пустозерске писал, «Во время сие ни царя, ни святителя». Лазарь в послании царя и патриарху говорил, что в Великой Руси есть и сто тысяч готовых умреки за законы отечественные, а вакуум, кто ласково обращался к царю, то грозился. Неизвестно, читал ли царь их письма, но что их читали очень многие, это определенно. Сыновья вакуума вернулись на недель в 1669 году, и тогда же Фёбор писал туда Ивану, посылающего битве его отца, свою книгу «Ответ православности» и сказки Лазаря. «И ты, братьев Иван, сотвори так, как Отец приказал вам, что ласки пошли в Москве верным, и тут давай списывать верным людям, списывали добрым письмом». В Москве верные постарались наладить тайную почту. Московский священник Дмитрий поселился близ Пустозерска, одна его Марильяна Федоровна действовала в Москве. Дело было так хорошо, что протокол бодками посылал освященную воду, а из Москвы получал деньги на просекание и подкуп стрельцов, одежду и даже малину, до которой был большой охотник. И на Киеве Милане он писал, «Малину, еще пришлите ко мне, спаси Бог за эти троси, и завсюду брату вашу ко мне». И богатый старец Миланя вроде бы игуменей в монастыре, в который все больше превращался в большой дом Боярыни Морозовой. Уж Боярыни не один раз и не отбирали, да спасибо, маточке государине, Марии Леничной, отопала, спасла подругу. Теперь в доме что ни день люди из Пустозерска, по морю, заводы, Сибирь, из Дона. Послание Аввакума и других Пустозерских страдается, переписывается и рассылается во все концы. У кого какой вопрос появится, тотчас Аввакуму напишет, а он ответит и все разъяснит. Кем-то вроде патриарха старообрядчества становился Аввакум. Кто захотничал следы за Аввакумом? Кто разносит его послание? Тогдашний патриарх Иосах обратился по совещаниям ко всем православным призывает беречь себя от тунеярцев, от новоявленных церковных мятежников и их расчетивого учения. Он писал, что те, кто не хочет великого государя службы служити, и не холопство избирающе, и не ленящийся работати, и не хотят, что мунастережити, китаются по лесам и вертепам, и оттуда там, и откатать и шины ритмы во ограду и вещи сходят, и простые люди прельщают. Беглые холопые монарки, служивые посарские люди — те самые пукливые и неспокойные, что выплескают из себя рядовая Русь. Это тот же слой, из которого вербует своих амистаров и равнодушный к религии Степан Разин. Про них неспокойно. Стенька Разин уже в нижегородских пределах прибыли. Мужики на севере и на востоке, как завидит стрельцов царя слуг Антихриста, сжигается поста и больше человек. Наверное, мог осудить и остановить Гарри Авахум, но не сделав этого, считая, что так русский народ доказывает свою преданность царой вере. Русочки бедные, пускай глупы, рады. Мусители дождались, полками богу не дерзают. И странно это, сам он жизнь любил и Антихриста не боялся. Вот так переплелись, где ветви раскола. Изуверы, капитоны и ревнители старины. Тревожные сомнения наблюдаются чувствовавшие Авахум аристократы, Воротынские, Тилковы, Плещеевы, Холландские и другие, как воспринимается в народе послание Авахума. Но и здесь у него немало деятельных сторонников и даже таких видов непостижимых, как Феодора Нарышкина, Феодора, которая, подобно жене Артамона Матвея, была англичанка урожденная Гамильтон. А в народе же возникают такие легенды. Пришел, будто Боавахум вставил во дворец и сказал, горе всему русскому народу выпало, стрельцы про всех мужиков обобрали, чем же дальше они животы свои держать будут? Царь покраснел, как храк, и закричал, на колени встань! Протокоп на колени не встал, и царю ответил, от пола до ушей далеко, так что оно лучше слыхать. Ну что, царь, все перед тобой все должны гнуть. В конце 1669 года наконец построили для лузников тюрьму 4 избенки с земным полом посажение, а от пола до потолка головой достать, т.е. по 4 с небольшим квадратных метра на человека. Ну, в такой тюрьме можно было с носом существовать, получалось более деньги, теплую одежду, письмо, и даже малину. Но надвигалось на лузников все время жестокое, ожидали их муки тяжкие. Власти решили наконец покончить со старообрядческим подпольем в Москве, действовавшим, хотя и осторожно, но весьма ощутимо. Разумеется, была и слежка. Перехваты из письма шпионы приказа тайных дел были среди челяди дома Морозовой. А Морозова и шагу теперь не делала без совета со вакуумом. Писала ему о женить бесцейной о проказах, оставленном у нее протокопом Еродио Федора. И ко двору пришелся и Федор. Тем домом мутил, говорила боярыня. Непонятный известь истин, то ли пил и буянил Федор, то ли сошелся с одной из близких боярыня и женщин, выгнал она Еродио из своего дома и попал он сперва в тюрьму к митрополиту Рязанскому Илариону. А потом ушел с сыновьями Авакума на мизей. Морозов просил Авакума запретить его сыновьям шататься с Федором. И Настасье Марковне написала о том же. Но Авакум стоял за Федора горой, хоть и поругивал. «Веду я свое высокое житье, как у нее живучек учил ты!» Боярами Морозовым посал резкое письмо, а ссылка этого письма дает яркое представление, как велась тайна переписка. Воевода Даниелов отправлял в Москву с отсчетом стрельца Машидина. Авакум дал ему шубу и полтину денег. А за это стрелец разрешил старцу Эпифане на стернке мастеру выдолбить в топорище Бердыша Ящичек. В этом тайничке и повез стрелец в письмо в Москву. Ох, и ругал за Авакум боярами за Федора, и за то, что осмелилась она указывать, кого проклинать протокопу. Глупая, безумная, безобразная, выколи глазища тебе своим челноком. А другая вам точно спросит, ну, дружи со мной, не серди ты же. А вы мне все больны, и ты, и Федор. Не раз он писал ей, помиритесь с Федором. Я детям своим велю, Федора любить, добрый он человек. Такова ты разума, не справишься с коровой до подойника землю. Тебя было тебе бить, коровый дурной. Нужный человек был Федор. Напишет ему Авакум с Пустрозерска, что надо тайно проникнуть в восставший осажденный Соловецкий монастырь и заставить туда протокопы у письма. И Федор тот сейчас готов ехать. И помощник у него есть, молодой московский мужик Лука Лаврентьев. Вместе они живут на Стасе Марковне. И в каждом письме шлетом Авакум благословения, как и стен в семье. Ждал он лесной гостей к себе смезения, но так и не дождался. Первым был взят ученик и духовный сын Авакума Инок Авраами. В Москве знали его, как слизивого и еродивого Афанасия. Бродил он босиком и в одной рубашке зиму и лето. Грамоте был гараж. В Чернецах Авраами стяжал себе славу духовными стихами и постепенно превратился в опытного писателя-полемиста, успел составить сборник из сочинений как в собственных, как и многих, крупных деятелей разных времен, от Максима Грета до Авакума. Он часто переписывался с Пустозерском. Авторитет Авраама был так высок, что многие, получив послание из Пустозерска, просили его подтвердить подлинность писаний узников. Достоит веровать. Во время ареста при нем тоже оказались письма у Пустозерцев. Допрашивали ее все те же митрополит Крутинский Павел, митрополит Рязанский Лорион. «Я, серовечишко, скудоумный и беспамятный, скулил юродивый, писем не помню, где взял». «Беспамятный!» ворчал Павел. «Да и памятный сидя разбирать, сколько ты наплел!» И Лорион возмущался. «Ведь ни философии, ни риторики, ни грамматики не обучался, а хочешь говорить выше разума своего». Аврааме никого не выдал на допросах, но от связи со своим учителем опереться не мог. «А я отца Аваку мой исповедую, всего ради и вопрошаю его, хочу от него научиться всякому доброму делу». Митрополит Павел, распаляясь, ухватил его одной рукой за бороду, чтобы, как в сиронии писал Аврааме, не пошатнулся он и опомос в палатной не ушибся, а другой рукой стал любезно подавать благословение, хлестать по щекам. Аврааме прибрекал мятежи и большие беды, называл царем-учителем и гонителем и был в конце концов сожжен на болотной площади. Аврааме взяли 6 февраля 1670 года и еще не истек этот месяц, как из Москвы на север выехал стрелевский полуголова Иван Кондратьевич Елагин. Стало известно, что Ерогевы держал связь с постозерскими узниками через Мизень, а Елагину те края были знакомые, служил он на Мизень воеводы года три. Сурок Елагин к службе ревностен и отмечен не раз самим царем за это. Посулили полуголове, если пригасит он пустозерский костер быть ему полковником, головой стрелевским в полку личной охраны государя. Быстро доехал Елагин до Мизени и точно поднимал следствие. Тут и разбираться почти не пришлось, вся слабода как на ладони. Изруга он местного воевода за Миробилась и велел посадить в тюрьму всю вакуумную семью, а с ней Федора Еродиева и Луку Лаврентьева. У полуголовы Елагина разговор был короткий. «Как мужик крестится?» спросил он Луку. «Как отец мой духовный протокопал вакуум?» ответил Лука. «Повесись!» приказал Елагин. Сдернули Елагина Федора на релях в двух столбах переплавленных. Санья вакуум оказались пожиже. Испугались они смерть и повинились. Полуголова велела их держать месяц на сайте Марковной в земляной тюрьме, а сам на оленях поспешил в пустозерк. Как шнег на голову свалился он на сотника Илариона, Ярцева и Стрельцов. Все карауны службы несли небрежно, узникам по тачку давали. Впрочем, дело ограничилось с несколькими оплеухами. Судниками Елагин был вежливее и не так скор на расправу, как на мизине. Он предложил им принять новые обряды. «Царь вас вельми, пожалуй, пообещал он». Это узники и сами знали. Не раз уже им обещали все блага на свете. Но на этот раз они отказались. Тогда Елагин резко изменил тон. Уговоры сменились угрозами. «Вы послание писали на Дон с казахом, и весь мир сколебали». Обвинение в присядке к восстанию Степана разина отвергли все четверо, хотя знали, что их послание, считают и на Дону, кровососы, темные власти церковные оклеветали следи ищери царем. Узники еще надеялись в глубине души на перемену в настроениях старя-батюшки. Надеялись, что устрашится он ответа на грядущем страстном суде, где христиане возвеселятся, а не коньяне восплатятся. Они по мгновению церковным властям они писали, но в бунту против царя, против государства не призывали. Они не осознавали еще, что были идеологами движения не только религиозного, но и социального. Ведь не части народного антифеодального движения, которое породило Степана Разина. Алексей Михайлович и его советники лучше разбирались в природе религиозных волнений, подрывавших и государственные устои. Еще по углажению 1649 года за преступления против веры и церкви полагалась смертная казнь. Потом появились дополнительные указы о разыскивании расколников и сжигании в струбе, если по трикратному вопросу у места казни они не откажутся от раскола. Еще три дня пытался запугать и уговорить Елагин пустозерских узников, а на четвертый зачитал царский указ. Аввакума снова пощадили, хоть и умерла уже его заступница царица Мария или инично. Изволил Государь и Баляре приговорили тебя Аввакуму вместо смертной казни держать в зеленой тюрьме и сделав окошко давать хлеб и воду, а прочим товарищам, кроме того, режать без милости языки и сечь руки. Я пленену и его кормлю. У него не ест, сказал Аввакум. И, в самом деле, возвратившись к месту Аказнин, выбросил в окошко все, что имел, все за рубашки и стал подписаться, что не умереть. Если не Аввакум отказывается от пищи и притратить...